Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Создание семьи является добровольным действием. Чтобы узаконить ваши отношения, я должна спросить у вас, является ли ваша готовность создать семью подлинной, откровенной и свободной? Валентина Николаевна, я так боюсь работать в архиве намного проще. А тут действительно ответственность. Такой день, а вдруг я его испорчу. Да все у тебя получится. Только ты говори от души. А то все думают, что регистратор это машина, которая произносит бюрократические заученные слова. Вот и докажи им, что ты умница и звезда. Ну вот опять. Электрик уже час свет чинит. Пойду найду ее. Да, да, женюсь я тебе говорю. Реально, реально некуда. Да, все, давай вечером на пачку приходить. Ага. Давай. Катюха, ты? Вот дела. Так это ты нас распишешь, Юрик, смотри. Я вижу, не пихайся. Я первый раз на шпильку. Держись. Сеструхе привет. Передам. Так, жених с невестой сюда поближе, а гости чуть-чуть назад. Все, начинаем. Дорогие жених и невеста, в судьбе любого человека случаются памятные моменты, которые оставляют глубокое впечатление. Илюша, Ириша, вы огромные молодцы, что решили пожениться. Это памятный день, и я очень за вас рада. Илья, согласен ли ты взять в жены Ирину, заботиться о ней и разделять с ней горести и радости? Конечно, согласен. И заботиться буду и баловать. Ирина, согласна ли ты взять в мужья Илью? Согласна. Я уже год как согласная. Это он все думал. Ну, притормозил, маленько бывает. Тогда ставьте росписи и сразу целуйтесь. Ирина, что ты все такое? Так, никуда не уходите, я сейчас. Объявляю вас мужем и женой. Горько! 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 Ну, вот, Анечка, мы тут все вместе у тебя. Год уже прошел. Но одного дня не было, чтоб мы тебя не вспомнили. Каждую минуту, мамочка. Мы по тебе очень скучаем. Лиза, давай покинем. Давайте, девчонки, помянем маму. Закуси. Закуси. Закуси, закуси. И мне. Тебе. Тебе и сладкого не надо. И так, как колобок уже. Ну, пап. Не папкой. Блин, жрать хочу постоянно. Конечно. Ты же ешь сейчас за двоих. Какой-то троглодит у меня там завелся. Сказал бы отцу. Пятый месяц уже. Угу. Сейчас приду к нему и скажу. Привет, пап. А я тут залетела от первого встречного. Даже не знаю, как его зовут. Ну, Мин, это что? Подзатыльник и выкинет из дома. Потом еще кричать будет, что я ему всю жизнь испортила. Все детство семью упозорила и продолжаю портить и позорить. Минь тут не поступила, работу не нашла. Блин, ну, ему же не объясни, что материнство это тоже работа. Что я хочу этого ребенка, что я его сама воспитаю. Ну, мне кажется, он побухтит, простит и свыкнется. Вот тогда и скажу. Когда в роддом уже поедешь? Ну, или когда выпишут. Вот он увидит внука. Такой, ура! И отойдет. Лиз, ты, конечно, у меня выдающийся стратег. Не понимаю, что вы в этих соцсетях находите? Сидят какие-то болтусы и пишут, что в голову взбредет. Ну, а что ты тогда штудируешь каждый вечер по часу? А что ты меня сюда тогда зарегистрировала? Ну, чтоб ты от жизни оставал. О, смотри, Данил-то женится у себя там в Польше. Смотри. Так. Фу. Селедка какая-то невзрачная. Ну, и тем более, помолвка, это еще не свадьба, еще десять раз успеют разбежаться. Да, Катюнь? Мама, а Даня мне предложение сделал. Что ты ему ответила? Я сказала, что я подожду, пока ты выздоровеешь. Ну, а при чем тут я? Ну, его позвали работать в Польше, он хочет взять меня с собой. А я здесь тебя не брошу. А ты его любишь? Хочешь от него детей, застариться вместе? Люблю. Застариться я, в принципе, не хочу. А о детях я еще не думала. Катюша, ну, если любишь, поезжай. Я уже не выздоровею. Не надо ждать моей смерти. Больше всего на свете я хочу, чтобы ты была счастлива. Ну, а если сомневаешься, то куда бы Даня тебя не увез, хоть в Польшу, хоть на Райские острова, все равно будешь страдать. Катя. Катя. А? А, покажи. Ну, по-моему, совсем не селедка. Очень даже симпатичная девушка. Я очень, я очень рада за своего друга. За друга? Не понимаю, как бывшего жениха можно друзьями назвать? Ну, мы так договорились. Данила отличный парень. Спокойный, работящий. Не была болка какая-нибудь. А ты взяла и свой лотерейный билет выкинула. Папа, я не могла уехать через три дня после маминых похорон и оставить вас тут. Ты не помнишь, в каком ты был состоянии? Как ты, вылуткнувшись в ее платье, как ты напился и качели во дворе топором на щепки порубил. Качели я починил! А я работала, пап, помогала. Мы тогда на одной гречке сидели, не помнишь? И сейчас еле-еле концы с концами сводим. И просрочка у нас по ипотеке. Ну, зато ты памятник поставил, не мог подождать. А ей бы и скромный крест понравился. А мне скромный крест не понравился. Не понравился. Катюнь, он папа не со зла. Ты же знаешь, он всегда бесится, когда речь о деньгах заходит. Он же, душа у него морская, больная. А сейчас он на суше, а лотерейный на суше, это страшное дело. Заказов нет, судоходная компания ничего не платит. Да знаю я, капитанша очевидности. Жалко его. Он же себя винит, что он маму тогда не спас. До сих пор считает, что были бы деньги, какой-нибудь волшебник сделал бы ей чудесную операцию за границей. Как будто миллионеры не умирают от рака. Вот-вот, ему пять врачей сказали, опухоль неоперапельна, метастазы, последняя стадия, а он вбил в свою упертую голову. Ладно, Лизок, давай спать. К врачу не опоздать бы. Ты пойдешь со мной, а то вдруг Марина Павловна скажет, что у него. Лизок, ты будешь самая чокнутая мама на свете. Дался тебе этот кинохроматоз? Ну, раз у деда был, значит, и у внука, может быть. Вот возьмет и родится железный. Так. Лиз, давай вдох. Выдох. А теперь слушай меня внимательно. Все анализы у Марин Павловны. Твои, мои, мамины, папины. Она нам не чужой человек. Она мамина подруга. Я тебе не чужой человек. Папа тоже. И даже если у ребенка будет плохая наследственность, это все преодолимо. Железный человек это не самое страшное. И вместе мы обязательно справимся. Слышишь? Лиз. Кивни, если поняла. Ну и что мы дрожим? Отставить это? Нет причин для беспокойства. Честно, честно. Ну что мне тебе врать? У тебя девочка. А генохроматоз наследуется в основном мужчинами. Девочка. Девочка. Ну вот видишь. Я ее Аней назову. В честь мамы. Тогда папа меня простит. Я попью водички? Да, конечно. А потом, подожди, пожалуйста, в коридоре. Мне надо с твоей сестрой поговорить. Со мной про Лизиного ребенка? Про тебя. У меня от Лизы секретов нет. Ну, я уговаривать не буду. В конце концов, это вопрос семейный. Только я тебя очень прошу, пожалуйста, отнесись к этой новости по-взрослому, осознанно, хорошо? Я посмотрела все ваши медкарты. Дело в том, что по группе крови ты не можешь быть дочкой Юры. В смысле? Мы что, не сестры? Нет, вы сестры. Но не родные, единоутробные. По матери. Отцы у вас разные. Ну, ты как? Никак, ничего не соображаю. И мамы нет, ты не спросишь, как так вышло. Ты папе скажешь? Конечно, нет. Зачем? Ну, ты же сама всегда, как мама говорила, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Его эта правда подкосит. К тому же я не собираюсь искать своего биологического отца. И эта новость, она ничего не изменит в моей жизни. В нашей жизни. Ничего не изменит. Ты все равно моя самая сестринская сестра. А ты моя... Мам, ты, конечно, умеешь удивить. Я думала, что знаю тебя лучше всех, что у тебя был единственный мужчина, отец. А он раз и не отец. Хотя любил меня, ухаживал, кормил, заботился обо мне. На теплоходе катал. Мыльные пузыри пускал. Ты поэтому не хотела мне говорить? Или почему? Я бы тебя не осудила, мам. Я хочу тебе сказать что-то важное, но... Я не знаю, как. А про что? Про любовь. Это такая странная штука. Нелогичная. Нерациональная. Самая сильная любовь, она вопреки. И я сейчас не про твоих парней говорю. А про нашу семью. Что бы ты не узнала про папу, в какой бы растерянности ты ни оказалась, запомни, он самый родной для тебя человек. И таким останется всегда. Мама, а что я могу про него такое узнать? Мам. 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 Точно все, как в детстве. Ты меня всегда дожидался. Алиска, заяц под мышку, нос в подушку. И сопит. Пятый сон видит. Ну, давай, дочитывай и на бочок. Спокойной ночи, дочь. И тебе добрая ночь, папа. Спасибо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ – Привет, Катя! – Привет! Ты гуляешь, что ли? Улицу слышно? Нет, я на балконе. А-а-а! Бессонница замучила? Новости. Новости? Хорошие? Странные, наверное. Поделишься? Нет. Как хочешь. Дань, ты чего мне звонишь среди ночи? У тебя же невеста. Да просто соскучился. А ты что, ревнуешь меня? Нет. Мы с тобой договорились, что мы друзья, и я своих решений не меняю, ты же знаешь. Ну, если передумаешь и приедешь ко мне, я расторгну помолвку. Дань, не говори ерунды. Мы с тобой расстались. Ты живешь в другой стране. Сделал предложение своей девушке. Все, хватит. Упокой ночи, Дань. Спокойный. Вы же с мамой были подругами. Она беременна и замуж выходила? Или правда родила меня раньше срока? Катюш, милая. Я не знаю. Зачем вы вообще тогда мне сказали, что мой отец не мой отец? Ну, потому что это правда. А каждый человек заслуживает знать правду. А что ты будешь дальше делать с этим знанием, это уже твое решение. Ну, скажите тогда всю правду. Кто мой отец? Мне Аня один раз призналась, что изменила Юрию то от свадьбы, что ей захотелось какой-то нереальной страсти, как в кино. Но что она сразу же пожалела об этой дури. А кто он? Но это только мои догадки. У нас тогда в больнице лежал один такой красавчик, заезжий из Москвы. Володя Шостаков. Он всему женскому персоналу глазки строил. Ко мне подкатывал к Ане. Сопротивляться его харизме было практически невозможно. Сейчас. Если к этой дате прибавить девять месяцев, то приблизительно получится день моего рождения. Я могу забрать эту фотографию? Да, конечно. Ничего такой мужчинка. В больничной пижаме выглядит даже покруче. Многих в дорогих костюмах. Сейчас мы все разузнаем про этого Шостакова. Ничего не надо знать. Не хочу. Обычный москвич, который запутрил голову провинциалки. А мне любопытно. А мне нет. Ого-го. Вот это да. Мне интересно. А он, оказывается, бизнесмен года. Какого года? Двухтысячного. Тут написано, что у него сеть автосалонов по всей Москве. Какие-то раритетные автомобили. И он сам их коллекционирует. Глянь. Круть. Повезло тебе с папашкой. А мне-то что с его миллионов? Ну как что? Если он узнает, что у него дочь, он закричит. Аллилуйя! Где ты была раньше? И отдаст все свои миллионы. Ты сама в это веришь? Да. Я верю в рыцарей и драконов. Феи, единорогов. Принцев и принцесс. И даже Деда Мороза. Немножечко. А самое главное, я верю, что существуют вот такие вот запасные отцы, которые приходят именно в тот момент, когда наша семья задолжала за ипотеку. Когда нас банк хочет выкинуть из квартиры. Когда папа заснул свою голову в песок. Когда мне вот-вот рожать. А твоей зарплаты едва хватает нас прокормить. Знаешь что? Я не буду брать деньги у чужого человека. Даже если это мой биологический отец. А вопросы ипотеки уж как-нибудь решим. И в кого ты такая правильная? Нашей семье нужна реструктуризация ипотеки. Мы собираемся... Можете не продолжать. Ну, вы хотя бы послушайте. Девушка, от меня ничего не зависит. Все решат в главном офисе в Москве. Руководитель кредитного отдела Авдеева. Попробуйте ее уговорить. Хотя на моей памяти еще никому не удавалось. А вы можете дать мне ее контакты? Это единственное, что я могу. Да. Валентина Николаевна. Вот отчеты по оцифровке. Большую половину я перенесла в базу. И эти документы можно сдавать в областной архив. А что такая озабоченная? Во многих карточках не хватает учетных данных. Где-то плохо прописана дата рождения. Где-то упущена прописка. Ну, так позвони в наш федеральный архив. Они продиктуют тебе информацию. Спасибо. А я не подумала. Спасибо вам огромное. Вы мне очень помогли. Ой, минутку. А я могу еще один вопрос задать? Я хотела бы уточнить данные по одному гражданину. Шостаков Владимир Эдуардович, 58-го года рождения, родился в Москве. Да, пишу. Угу. Спасибо. Да, заходите. Катюх, салют. У меня дело к тебе есть. Выйдем на воздух. Катя, пообещай мне, что этот разговор останется между нами. Угу. Если ты не собираешься признаваться, что ты кого-то убил. Хуже. Послушай, вот это заявление на развод, его можно одному подавать? Без второго, какого, супруга? Можно, если второй супруг в тюрьме пропал без вести или недееспособен. То есть, психически нездоров. Во. Последний подходит. Ирка совсем свихнулась. Так это ты хочешь развестись? Вы же неделю назад поженились, оба такие счастливые были. Вот именно. Ключевое слово – были. Понимаешь, мы с ней до свадьбы так хорошо время вместе проводили. Отжигали, тусовались, из клубов нас не вытащить было. А вчера она заявила, что хочет детей. Как можно больше, как можно скорее. Какие, блин, десять, мне двадцать лет. Ну, я ей сказал, что не готов стать отцом еще как минимум полжизни. Она мне говорит, что в сорок уже будет старухой. Я ей говорю, ты едешь в клетку заморозь, а она меня табуреткой швырнула. Хорошо не попала. Ну, если ты не хочешь детей, зачем тогда женился? Да потому что Ирка хотела вечеринку, чтобы у нее фата была, платье, подружку позвать до утра, тусоваться. А я же всегда за любой кипиш. И тем более жениться можно сколько угодно раз. А дети – это навсегда. Понимаешь? Понимаю, но я думаю, что тебе нужно с Ирой все обсудить, поговорить спокойно. И если вы решите развестись, то прийти уже вдвоем. Кать, вот я подумал, может ты с Ирой поговоришь. В тебя-то она не будет табуреткой швыреть. Нет, я не буду. Это твоя семья, твоя жена и ты вообще-то мужчина. Так что давай как-нибудь сам. Суд. Квартира будет выставлена на торги. Малочка дорогая. Здравствуйте. Мне нужно связаться с Авдеевой Ижа. Простите, я точно не знаю имя, отчество. По какому вопросу? По вопросу реструктуризации ипотеки. По всем вопросам, связанным с ипотекой, вы можете к ней обратиться через сайт. А... Что же это такое? Как компьютерная игра, прям специально все. Фу, дым, вонь. Так мясо жарю. Как дно открой. Че злой такой? В поликлинике был. Эти раздолбай. Медкнижку отказались оформить. Ну а зачем она тебе? О, а как я иначе без медкнижки аттестацию на Лосовну пройдет? А почему не дали? Глаукомы говорят, операцию надо делать. А я то, что мне надо, вижу отлично. А по Волге я вообще слепой могу пройти операция. Я и деньги возьму. Ну проветрю уже, наконец. Слушайте, я тут подумала, есть вариант, как избежать ипотечной ловушки. Как? Продадим нашу дачу. Мы все равно туда не ездим. Дом старый, покосился, все заросло. Продадим, конечно, дешевле, но этого должно сейчас хватить, чтобы закрыть долг по ипотеке. А я попробую найти подработку. Даже не думай. Дача это наше родовое гнездо. Я ее для мамы строил. Мы там с ней все своими руками. А я все починю. Пап, мамы уже... Я все починю. Я буду там сам доживать спокойно. Последнюю меня хочешь лишить? Кать, мы выросли на даче. Наши дети могли бы там расти. Ты еще поддакивать будешь. О детях она рассуждает. Ты еще пока в дом копейки не принесла, не заработала. О детях будешь говорить, когда на ноги встанешь и будешь знать, как их обеспечить. Ну, что ты смотришь? Все, поели. Убирай с стола, мой посуду. Без толочь. Из тебя все совсем наперекосяк пошло. Отец вечно злится, совсем не слышит меня. С каждым днем я чувствую, как он отдаляется. Лиза, как ребенок. Мне тебя так не хватает, мам. Я совсем не справляюсь одна. Мне нужна хоть какая-то надежда. Хоть какой-то знак, что все наладится. Лиза, как и все наладится. Можно? Нужно. В ней идет? Да, очень красиво. В переходе прикупила бижутерия, а смотрится, как серебро. Ну, что у тебя там по оцифровке? Вот так ты на подпись. Я сегодня на час раньше пришла, и базу текущую разобрала, и в архив перенесла. Можно мне сегодня после обеда уйти по семейным делам? У нас в ЗАГСе все по семейным делам. Ну, раз все закончила, то можно. Спасибо. Ты в переходике там забеги. Бусики какие-то оставались. Ну, прикупи себе, как мышка серая ходишь. Хорошо. Добрый день. У меня к Авдеевой. Вы записаны? Нет. У Авдеева приемные часы раз в месяц. Записываться нужно заранее. На ближайшие полгода все занято. Следующий. Отвестите уже. Стойте, девушка. Пожалуйста, не прогоняйте меня. Мне очень и очень нужно поговорить с руководителем кредитного отдела. Это вопрос жизни и смерти. А с другим вопросом к нам сюда и не приходят. Авдеева полчаса назад уехала. Куда? Я могу подъехать. Девушка, куда? В сибирский филиал. А потом поедет в Краснодар. В ближайшую неделю ее в офисе не будет. Да что же это за проклятие? Ипотека называется. Не повезло? Нет. Спасибо. Да не за что. Девушки отдыхают. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Милая дама, не подскажете, сегодня просрочка будет? С Уценкой? Просрочки нет. Но вы можете посмотреть товар по Акасе, вот в том углу. Спасибо, до свидетельствия. У вас все? С вас триста сорок. Триста сорок рублей, мужчина. Вы даете триста двадцать. Мелочи не хватает. Ну, заберите что-нибудь отсюда. Нет-нет, только не корм. Хлеб, что ли, заберите? Хлеба булчины обратно не берем. Надо администратора вызывать, пусть решает. У нас надолго. Вы позволите, я заплачу за ваш хлеб? В милостыне не нуждаюсь. Вы можете вернуть мне их в любой момент. И то правда, я здесь недалеко живу. Сколько вас ждать-то? Поговорить негде. Вам бы, девушка, надо быть поосторожнее. Сейчас знаете, сколько аферистов развелось? Прикидутся несчастными и пользуются человеческой добротой. Вымогают деньги у таких, как вы. А сами не старики беспомощные, а самые, что ни на есть бандиты. Вас как зовут? Катерина. Красивое имя. А меня Владимир. Вы живете где-то здесь недалеко? Я живу в Дубне, а в Москве была по делам. Был я в Дубне. Правда, давно уже. Ну, пойдемте, я здесь недалеко. В двух шагах. А кем вы работаете, если не секрет? В ЗАГСе и в архиве. А недавно разрешили регистрировать браки. Это очень почетная обязанность. Ничего, что я спрашиваю? Ничего. Я живу один, а дича лучше. Приятно иногда вот так вот с кем-то поболтать. А то Шумахер, он молчит целыми днями. Да, Шумахер? Да. А родные у вас есть? Да, у меня есть отец и сестра. Мама убрала год назад. Печально это. Да, она совсем молодая была. Ее звали Анна Андреевна Осипова. Или Аня Лапина в девичестве. А я недавно узнала, что мамин муж, мой отец, не мой биологический отец. Интересная история. Прямо как в индийских кино. Хотя, честно говоря, я их не люблю. Муть такая. Она, скорее всего, забеременела в больнице от пациента, где работал медсестрой. Кстати, а я ведь лежал в Дубинской больнице. Приехал в командировку, а тут аппендицит. Перитонит, представляете? Извините, я вас в дом не приглашаю. Не в моих правилах приводить чужих в дом. Вы подождете минуточку, я вам деньги сейчас вынесу, ладно? Секунду. Это моя мама. Красивая. Здесь она беременна и, скорее всего, об этом знает. Потому что через неделю выйдет замуж за Юрия Осипова. С кем с детства дружила. Интересная история в вашей семье. А вот моя мама и предполагаемый отец. Вы никого здесь не узнаете? Так это же я. Господи, какой я здесь еще молодой. Вы что, хотите сказать, что я ваш отец? Ну, ясно. А я уж подумал, приличная девушка хочет помочь по доброте душевной. Да сколько ж вас развелось, аферистов разных пород. Иди ищи других доверчивых стариков. Приперлась, понимаешь, сирота прямо к воротам. Что, больше облапошить некого? Мошенница проклятая! Ну, ты что, дура, что ли? Разуй глаза, я же мог тебя сбить. Не ваше дело и нечего на меня орать. Ваши в Москве вообще одни хамы и психопаты. Это химки вообще-то. Стойте! Стойте, подождите! Не уезжайте! Химки! Хм! КОНЕЦ Вы меня простите, что я там на вас накричал, до слез довел. Ну, я просто, правда, мог вас сбить. Я не за вас плачу. А из-за кого? Я маршрутку упустила и на автобус не успею. Ну, пусть это будет самым большим горем в вашей жизни. Да, дело не в маршрутке просто. День не задался. Вернее, год. Ну, исправить прошедший год, к сожалению, не в силах. А вот до дома довезти легко. Ну, вы же не знаете, где я живу. Надеюсь, что не на Камчатке. В Дубне. Ну вот, это не на Камчатке. Поехали. 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 Меня, кстати, Сергей зовут. Меня Катя. Очень приятно, Катя. Нам ехать около трех с половиной часов. А я сильно проголодался. Если вы не против, может, мы где-нибудь перекусим? Ну, если вы не торопитесь, конечно. Наверное, можно. Предлагаю это сделать на природе. Как это на природе? Ну, заедем сейчас на какую-нибудь заправку, купим сэндвич, найдем красивое место. И только не переживайте, я не маньяк. А я не переживаю. Просто вы довольно странный. Вы тоже, Катя. Особенная. Красиво тут, правда? Как будто ресторан с шикарным видом, да еще и на воздухе. Да, красиво. А чья это была идея? Ваша. Потому что я гений. Катя, я предлагаю на «ты». Мы уже полтора часа знакомы. Хорошо. На «ты». С тобой здорово устраивать пикники, Катя. А у вас, наверное, творческая профессия? Нет. У тебя. У тебя? Нет, я терапевт. Шесть лет учебы в медицинском институте. Потом еще пара лет интернатуры. В общем, друзья у меня давно уже все семью завели, детей нарожали, целую футбольную команду. Кто-то развестись успел. А я все в нищих студентах. Вот пару месяцев назад в клинику устроился. Теперь я настоящий врач. А с учебы никак завязать не могу. Очень мне нравится. Начал диссертацию писать. В общем, я это к тому, что времени хватает только на работу и на учебу. Больше ни на что. А тут я еще на голову свалилась. Да нет, перестань. Сегодняшнее приключение это вообще подарок. А то я все бегаю так по жизни и думаю, что что-то важное проходит мимо. А всего лишь-то нужно остановиться и посмотреть, какая красота вокруг. Да. Я тоже жалею, что с мамой мало времени проводила. Казалось, что вся жизнь впереди успеется. Вот закончил институт, устроюсь на работу. Возьмем отпуск, а мы все вместе куда-нибудь рванем. А потом мама не стала и ничего уже нельзя наверстать. Мам, а как ты поняла, что папа это тот самый мужчина? Твоя вторая половинка. Когда он брился. Брился? Мам, ну я же серьезно тебя спрашиваю. А я совершенно серьезно. Ты знаешь, когда я увидела, как он бреется, я сразу поняла, что он мой родной человек. Самый близкий. Когда-нибудь и ты встретишь парня. Совершенно обычного на первый взгляд. Но по его манере ерошить волосы, или шмыгать носом, или растягивать пуговицу на своей рубашке, ты поймешь, что это тот самый. Так хотелось бы дожить. Моя мама жива, но я по ней постоянно скучаю. Я когда маленький был, от нас папа ушел. Ей вообще от него досталось. Он ей никак не помогал. Она от обиды вышла замуж за другого. Ну и вот через месяц я с ним развелась. Ну и ударилась в работу. Очень фанатично была в этом плане. Она начинала с низов, все сама, сама. А потом получила высокоплачиваемую должность. Можно сказать, сколотила в карьеру мечты. А мне всегда ее не хватало. Я бывала по вечерам, помню, маленький. Стоял в окошко, смотрел, думал, придет, не придет. Я, честно говоря, и сейчас бы за эти сопливые обнимашки многое бы отдал. В общем, вот такой вот я, маменькин сынок. Я надеюсь, вас не разочаровал, Кать? Тебя в смысле? Нет, не разочаровал. Поехали? Поехали. Сережа, спасибо, что подвез. И за пикник, и за то, что умеешь слушать. Это тебе, Кать, спасибо. Мне с тобой как-то невероятно легко. Как будто мы тысячу лет знакомы. Давай увидимся в выходные. Сережа, мне с тобой тоже очень легко, но, понимаешь, мне сейчас не до свиданий. Тем более, ты работаешь, живешь в Москве, а я здесь. Между нами всего два часа езды. Вот именно. Ну что, встречаются только с своими соседями? Да мы вообще не должны были встретиться. Это была случайность. И если ты веришь в судьбу, то мы еще обязательно увидимся. Ты веришь в судьбу? Я верю в то, что судьбой можно управлять. Давай поступим так. Вот тебе моя визитка. Если время на свидание все-таки найдется, то ты мне позвони. Ну или вообще, звони, пиши просто так. Хорошо. А можно я тебя обниму? Ну, наверное, можно. Пока. Пока. Ну, я жду подробностей. Ну, что за красавчик тебя подвозил? Его зовут Сергей. Ага. А дальше? Что я должна из тебя все вытаскивать? Откуда взялся? Кто такой? Ну, ниоткуда. Просто подвез. Нет, не просто. Я же вижу. Там даже обнимались. Угу. Ну, что, ты влюбилась? Ну, я вижу, что влюбилась. Ты куча кислая такая. Да, я в Москву ездила. Хотела в банке договориться насчет ипотеки. Не вышла. А потом решила найти отца и нашла. Да ладно. Это вы Шестаков, что ли? Угу. Он подумал, что я мошенница. И наорал на меня и выгнал. Вот урод. Ну, хочешь, я приеду к нему. И плюну в его сытую рожу. Не хочу. И рожа у него не сытая. Он бедный и чокнутый. Привет, мальчик. Ты на часы смотрел? Ночь на дворе. Я что, до утра должен тебя куковать ждать? Прости, пап. У меня дела были. Прости. Думаешь, слова сказал. Физиономию, пожалуйста, львей скорчил. И все. Слушай, мы и так раз в неделю встречаемся. Ну, мог бы отложить свои дела, чтобы прийти в нормальное человеческое время, как договаривались. Так, надо было все. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дубнинский городской суд Вызывает вас в качестве ответчика Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, давай, рассказывай Мы просрочили платеж по ипотеке Уже пятый Банк бесится и вот уже в суд повестка пришла У тебя не будет денег в долг? Сколько надо? Ты пришли с сообщением, окей? Я утром что-нибудь придумаю Ты знаешь, деньги не проблема Спасибо тебе большое Ты настоящий друг Попросил бы не выражаться Могла бы просто сказать Дорогой, любимый Спасибо тебе Дорогой и любимый Другое дело Друг Пока Пока Доброе утро О, а ты чего не спишь? А ты? Где по ночам гуляешь? Или у тебя женщина какая-то появилась? Какая женщина? Что ты вообще говоришь? Понимаешь сама? Женщина Ну, а что я должна думать? Ты приходишь под утро Я вообще-то волнуюсь за тебя Зачем волноваться? Что со мной может случиться? Выселить тебя могут Вместе с нами Вот повестка в суд Может, конечно, нанять юриста Но на него тоже деньги нужны Хотя, с другой стороны Без юриста как мы будем в суде защищаться? Защищаться? Бесполезно нас, судьи, защищаться А они там пока У простого человека Все не отберут Не угомонятся Надо платить Ну, а как мы заплатим Если у нас денег нет? Решу вопрос Все Спать Доброе утро, папа А это кто? Знакомая Понятно Что? Что? Ну что? Ты познакомиться успел? Мама говорила Ты не всегда даже познакомиться успел Пойду умойся Я надеюсь, ты понимаешь Что твоя мать тогда пошутила Ну, в каждой шутке есть доля правды Ну, ты что, ни разу с незнакомками, что ли, не спал? Ну, пап У нас это делается по-другому Ну, в смысле у нашего поколения Мы знакомимся в интернете Там же сексом занимаемся Это как? Некогда рассказывать Яичницу будешь? Не, спасибо, я не голоден Ну, хоть кофе попей На, держи Секунду У вас нормальный-то секс бывает? Ну, конечно, бывает, пап Ну, слава богу А ты хоть предохраняешься, а? Вот, казалось бы, вы с мамой такие разные А сентенции у вас одинаковые Какие сентенции? Я только спросил, еще даже ничего не сказал Ну, хотел же сказать Что главное, чтобы от тебя никто не залетел Что надо о своей карьере думать Так ведь? Ну, в твои годы я тоже о карьере не думал О детей вообще не хотел А вот сейчас гляжу на тебя и думаю Как же это хорошо, что ты тогда родился Ты же у меня единственный родной человек остался Пап Сын Слушай, ну, судя по количеству твоих так называемых знакомых У меня по-любому где-то должен быть брат или сестра Ну, ты бы проверил, вдруг ты многодетный отец Горячий Держи Все, я побежал Катя, привет, можно? Да, конечно, Ир Может, пойдем в воздуху подышим? Ну, хорошо Я в курсе, что к тебе Лея приходил И в курсе, зачем он приходил Про развод выяснял, да? Мне кажется, он это не серьезно А у него все не серьезно Вот зачем я за него замуж вышла? Потому что влюбилась Потому что я ребенка хочу родить Я матерью хочу быть А он нафига женился, если он детей не хочет Ну, мне кажется, что в нашем, в вашем возрасте Мужчины об этом не особо думают Они ближе к 30 о детях задумываются А я до старости ждать не собираюсь Если что, я и без него могу родить Он мне вообще только для зачатия нужен Ир, ты, конечно, извини, но... Ну, очень нужен У него и внешность такая И интеллект, и характер В общем, гены у него хорошие У нас такой классный ребенок мог бы быть В общем, мне от тебя нужно только одно время Понимаешь? Нет Ну, для зачатия В общем, если мы вдруг придем разводиться Ты скажи, что там нужен месяц А потом еще один Потому что правила такие новые Чтобы я точно зачать успела Все за всех продумала, да, Ир? Кать, ты только сейчас не оборачивайся Что случилось? Там сзади тебя маньяк стоит И на тебя смотрит Где? Ир, это не маньяк Это безобидный несчастный параноик Ты что, его знаешь? Хочешь, пойдем познакомлю Извини, но мне надо бежать Пока Пока Что вы тут делаете? Так, вас ищу А как вы узнали, где меня искать? Так вы же сами вчера рассказали, где живете и работаете А, ну да А зачем вы меня ищете? Я вспомнил вашу маму Сейчас будет рассказ, как я встретил вашу маму? Дело в том, что я был здесь по работе И угодил в больницу с аппендицитом Я об этом вам вчера уже рассказывал Вот, а выписывали меня как раз в день медика Ну, мы решили отметить Профессиональный праздник и мое выздоровление И крепко так отметили Утром просыпаюсь в каком-то кабинете на диване А рядом Самая красивая медсестра Ну, вы знаете, я тоже в то время был красавец-мужчина Утром голова трещит Что вчера было, не помню Ну, у меня был очень, наверное, неэффектный вид в то время Она убежала, даже телефон не оставила Так что я о вас ничего не знал Простите меня Да за что? Вы же правда ничего не знали Простите меня за мою вчерашнюю старческую паранойю Понимаете, с возрастом привыкаешь от жизни получать только за трещины, до пинки Когда происходит что-то прекрасное, уже не веришь в это Прекрасное? Вы на себя в зеркало смотрите Вы же прекрасны Спасибо То есть вы специально Ехали в такую даль ради меня? Вам не тяжело? Да нет, что вы Мне полезно двигаться Дышать вот воздухом Вот, думаю На Волгу сходить Погулять, а? Мне, к сожалению Нужно вернуться на работу Да, да, конечно Идите, идите, работайте А хотите, мы снова увидимся? Конечно А знаете что? А давайте вы приедете ко мне в воскресенье У вас же в воскресенье выходной, да? А я вас на шикарной машине покатаю А у вас есть шикарная машина? У меня есть шикарная дочка И ее отец в молодости тоже был ничего И кое-что от той жизни у него осталось Тогда до воскресенья? До воскресенья До свидания До свидания Привет, дорогая Ссылку видела? Какую ссылку, Дань? Привет Ну, я тебе в чате скидывал Решение всех твоих проблем Уже? Спасибо тебе Главное, там вообще без присутствия Все онлайн Что онлайн? Ну, эти Экспресс-курсы по СММ Переходишь по ссылке, регистрируешься Платишь 10 тысяч Ну и через месяц получаешь 100 Как говорится, не давайте голодному рыбу Дайте ему удочку Пускай сам прокормится У тебя 10 тысяч, ты есть? Алло Кать Алло Катюш Ты меня слышишь? Мам, почему мужчины такие не мужчины? Я у Дани денег в долг спросила А он мне ссылку на какую-то удочку Рыбу, говорит, лови А твой муж, похоже, любовницу нашел Каждую ночь куда-то сбегает Под утро приходит Алкоголем благоухает Лизка вся в токсикозе И я на последнем дыхании Еще и сутает Поговори со мной, а Ты в прошлый раз Мне так легче сразу стало Надежды на два дня хватило Дай мне снова какой-нибудь знак Мам, ты меня слышишь? Или я сама с собой разговариваю? Воскресенье, так рано Чего ты проснулась? Я поеду к отцу Если отец спросит, где, то... Чего? Сама поняла, что сказала? Ну а что-то непонятного Я поеду к своему биологическому отцу Если мой небиологический спросит, где, то... Черт, вот из-за тебя забыла, что хотела сказать Наврать ему Точно Что? Ну не знаю, придумай что-нибудь Ты же у нас чемпион по вранью А, посибочки, сестренка То есть такого-то я по мне мнения, да? Я главная вружка Ну что ты, сестренка Пятый месяц беременности за простуду Выдавать может только самый честный человек Да иди ты Ну и пойду Проснулись, красавицы, молодцы Собирайтесь, на дачу едем Вот погодь какая Так, Актерин где? Спит еще что ли? Слушай Ты вообще в курсе Что с сестрой родной происходит? По ночам не спит, потом дрыхнет до обида Может у меня парень появился? Ее вообще-то уже дома нет Да все Как это нет дома? А где она? А ты вот как раз правильно догадался Она пошла на свидание На свидание? Какое свидание? С кем? Ты его знаешь? Нет Так Слушай, ну Надо ее Гости позвать Поужинать вместе Познакомиться Я думаю Хороший парень Екатерина же не будет с плохим встречаться Она девочка рассудительная Знаешь, я рад за нее Вот хорошо Давно ей пора Личную жизнь наладить Да Ну ладно, давай Это самое Собирайся Собирайся Пап Купальник возьми На озеро поедем А у меня вообще-то тоже сегодня свидание Ой Зачем оно тебе? Тебе не надо Позвони Скажи, что не можешь Что отец на дачу тебя отвозит Пап, это не честно Почему Кате можно, а мне нельзя? Потому что Катя Взрослая Рассудительная девочка А у тебя ветер в голове гуляет Ты в институт сначала поступи На работу устроись Потом будешь на свиданки бегать Давай, давай Ну и пожалуйста Я с тобой вообще на дачу не поеду Че? Здравствуй, шумахер Хороший мальчик А где твой хозяин? Шумахер, фу Отстань Ну, кому сказал Ну, че тебе надо? Здравствуйте Ой, извините Меня Из-за мой непарадный вид Я не ждал сегодня гостей Мы вроде договаривались На воскресенье договаривались Ну, я все равно рад вас видеть А что случилось? Случилось воскресенье В смысле, когда? Сегодня Да нет, вы что-то путаете Сегодня же суб... Что ж получается? Это что, я все напутал? О, старый маразматик Что ж такое Ой, вы испачкались Черт, черт Я же вам обещал Свою красавицу показать Вот А начал ремонтировать Да, вот потерял счет времени Ого Нравится, да? Невероятно Все никак отремонтировать не могу Нужна одна Вот маленькая фиговина А где ее достать? А в интернете не пробовали? Ну, для вашего поколения Интернет это все равно Что волшебная палочка Только, Кать, к сожалению Не все проблемы Можно решить в интернете Ну, попробовать-то можно А как это ваша фиговина называется? Я машинами торговал В конце девяностых Мощно так поднялся Кстати, один журнал Меня назвал в 2000 году Бизнесменом года Ой, крутой я тогда был Сеть салонов по всей стране Коллекция раритетных олдкаров Девушки меня любили Между прочим Я тоже их Можно сказать Коллекционировал Ну, а потом Когда меня с рынка выкинули Никого не осталось От той коллекции Не меня не любили А мои деньги Плохо я тогда В людях разбирался И остался я один Со своей красавицей Которая, к тому же, не ездит Сам еле хожу О, хорошо хоть Шумахер бегает Тебе, я вижу, неинтересно, да? Мне Мне интересно А Куркино далеко отсюда? Да нет, здесь недалеко По пешку можно дойти Ну, пойдемте Куда? Зачем? За фиговиной для вашей красавицы Вот заказ Я свободна, как птица! Вперед! И только вперед! И ни перед чем не останавливаться! Я лечу! Слушай, а давай доставим Птичку в дубну, а? В ее родовое гнездо А если красавица устанет С непривычки? Может, вам для начала Рядом с домом полетать? Потренироваться Прежде чем в дальний путь Отправляться Так что давайте Поедем в ее гараж До свидания, красавица До свидания, птичка моя До свидания Папа Кать! Что ты тут делаешь? А я тебя ищу Ты живешь где-то рядом? Просто в прошлый раз Ты где-то здесь на меня наехал Знаешь, есть такое приложение Найти пропавший телефон Вот, я себе такое сновил Только найти Катю Закачал прям в сердце Ну, а ты что тут делаешь? Я из гостей иду А я как раз в гости И знаешь что, пойдем со мной? Нет, мне домой надо Ну, давай я тебя отвезу Я дорогу знаю Ну, тебя же в гостях ждут Ну, подождут Или я что-нибудь навру Не надо Иди в свои гости, Сереж Ладно Но только ты должна мне пообещать Что мы увидимся в другой день Почему это я должна? Ладно, прости Неправильно выразился Кать Ты мне очень нравишься Дай мне шанс Или я прям сейчас повезу тебя в Дубном Ты шантажист Записываю телефон Запчасти она ему купила Что-то ему машину сразу новую не купила Или квартиру А, может потому что тебя саму из квартиры выгоняют за неуплату Милая моя Это он должен тратить на тебя деньги А не ты на него Да нечего ему тратить Лиза, нет у него денег А у тебя типа есть Ну, подумаешь Она скребла на одну запчасть Зато это так круто И она еще без крыши Такая вся И ты едешь И на тебя все смотрят И как в кино, понимаешь? Слушай, а может мы ее продадим? Ну, а чего? Если она такая раритетная Должно быть, нормально так стоит Хоть какой-то плюс будет от твоего типа отца Че думаешь? Я думаю, Лиза, что смысл родителей в том, чтобы они у тебя были Через них мы узнаем, что такое любовь И первая любовь на самом деле – это родители А вот твоя дочь будет думать, что ее отец ее не любил Или будет его искать А когда найдет, как я его уже, больного, старого, обиженного У которого любви осталось на самом донышке И винить она будет в этом тебя Что ты не дала ей молодого, красивого и веселого папу И чтоб море любви Понимаешь? Спасибо Лиз, ты что, там плачешь, что ли? Открой дверь, Лиз, ну пожалуйста Он был в красной коротке со звездами Как жогей на скачках Кто? Отец моей дочки Больше я ничего не могу о нем рассказать Может быть, ты еще что-то вспомнишь, кроме красной куртки? Ты много можешь вспомнить после бурной ночи в клубе? Я же не хожу по клубу Я тоже Больше не хожу Жогей со звездами Красиво Ты только не волнуйся, тебе сейчас вообще нельзя волноваться Не волнуйся Вы мне тут капаете все на мозги Да кто капает? Только я одна, одну капельку маленькую капнула и все И сразу же извинилась Отец, если узнает, он меня выставит из квартиры Он как рубанец, горячая, мало не покажется Куда мне идти? У меня нет запасных отцов Не выставит А если на то пошло, у нас могут скоро всех выставить Из-за долгов Спасибо, успокоила Не грустили Все будет хорошо Давай пакет Зачем? Ну я понесу Тихо, тихо, тихо Не женское это дело тяжести таскать Для тебя я не женщина, а твоя дочь Вот и не спорь с отцом Вот ты такой же вредный, как моя беременная Неизвестно от кого сестра Вот что мне с вами делать? А ничего Просто быть рядом Ты знаешь, как меня моя жена бросила? Я не знала, что ты был женат Был, правда недолго Она бросила меня сразу после того, как родила А знаешь почему? Потому что всю ее беременность я пропадал на работе Да и после работы пропадал Вот так и пропал наш брак Так если у тебя есть дети, значит у меня есть... У тебя есть брат Немного старше тебя Очень хороший парень Надо будет как-то вас познакомить А вы общаетесь? Да, он раз в неделю меня навещает Раньше мать была против Да и сейчас, наверное, против Но он уже взрослый парень Сам может принимать решения Хотя понимает, что ему скучно со стариком Ну какой же ты старик? Вон тяжести таскаешь и не скрипишь Знаешь, ага Расскажи мне о своей маме Ой, о маме я могу часами рассказывать Мама, а ты зачем встала? Хочу блины вам на завтрак приготовить Мои фирменные Ну позвала бы меня Я бы хоть посмотрела, как ты это делаешь Записала бы рецепт Еще успеешь Не волнуйся, могилу не унесут с собой Кать Катюш, ну... Ну прости меня Прости, я не подумала Да это... это ты меня прости Ты болеешь, а я капризничаю А мне сегодня вроде бы получше И выглядишь ты отлично Правда? Да Ты знаешь, я думаю, правду сильно переоценивают Ну то есть, если выбирать правду или любовь То я точно выбрала бы любовь Мам, я... я очень сильно тебя люблю А я тебя как... я тебя сильно-сильно-пресильно люблю Ну что? Катя Ну ты посмотри Сядь здесь давай, записывай Пункт первый Не отвлекайся Не отходи от плиты Вот те самые мамин блины Так Шумахер, фу Это еда не для тебя, вон тебе Насыпали корм А мой отец Наш отец, Лиза, говорит, что корм для собак Придумали, чтобы в очередной раз людей обобрать А у него есть собака? Нет, у него есть мы с Лизой И мы уже давно сами кормимся А его иногда подкармливаем Одну минутку Вот, передай своему... то есть, вашему с Лизой папе Нет, я... я не могу Я вообще ему еще ничего про тебя не говорила Ему не обязательно знать, что это от меня Важно, чтобы он получил благодарность за то, что ты у него такая прекрасная выросла К сожалению, у меня ничего лучше нет Так что не спорь Спасибо Давай блинчики поедем Что? Ничего Могла бы на чай пригласить С каких пор у нас церемонии? Не, ну если ты хочешь, конечно, то давай чай попьем Я здесь при чем? А кто? Так, я запуталась Кого я должна пригласить на чай? Того С кем ты по выходным пропадаешь Давай все же чай пить? Давай Имея в виду, Лиза мне все рассказала Что рассказала? Все Ну, то, что ты ей соизволила сообщить Немного, правда А с каких пор ты такая скрытная За это тебе допрос с пристрастием Как зовут ухажера? А, ухажера... Сережи... Да, Сергей Да, Сергей Что, неплохое имя Москвич местный Москвич Работает, учится Он врач О, хорошо Поможет мне со справкой для медкнижки Пока еще он мой ухажер, не твой зять И рановато использовать его служебное положение В своих личных целях Рановато Самый раз Так, позовешь его на обед к нам Познакомишься с семьей Папа, а ты куда, чай? Пойду, пройдусь Время двенадцать ночи Ну, правда Ты куда? Куда надо? А ты куда? О, супер Пойдем со мной, посмотрим, куда он по ночам шастает Ты с ума сошла? Он взрослый, свободный человек Может ходить, куда вздумается Вот ему А никуда вздумается Он вообще-то наш отец Не, извините Мой У вас что-то в последнее время Слишком много отцов образовалось А у меня он единственный А если он с плохими людьми связался Меня вообще-то волнует, куда по ночам он ходит Если он в подъезд зайдет Ну, значит зайдем за ним на цыпочках И? Ну, и спрячемся и посмотрим, куда он зайдет, в какую квартиру Чтобы что? Ну, чтобы постучать с вами, посмотреть, кто откроет Хорошо, если нам какая-то тетка откроет И мы такие Что будем делать-то? Думаешь, тетка? Да, скорее всего, тетка Посмотрим мне в глаза и спросим, зачем ей наш папа сдался Пойдем Капец Значит, на ипотеку у него денег нету Своей бабе он подарочки покупает Ну, может быть, он нам к чаю домой печенье за 10 рублей покупает Угу Меня проверим А дом так-то в другой стороне находится Короче, ты за ним следи, не упусти А я пойду посмотрю, что ты там свои мадмуазели прикупил Здрасте Здрасте Можно мне то же самое, что тому мужику? Запрещено после 22 Эй, а ему общество продали, я видела Двойная цена Ладно Эй, эй, эй Ладно, ладно, по своей цене отдам Как-то странно это Разве к тетке покупают водку, да еще и такую дреную Может, он с друзьями выпивает Да нет у него никаких друзей И че, и где он? Может, там? Думаешь? Ну, а больше некуда Пойдем Пойдем Стойте Папа, ты че, пьешь? Один? Ты че, алкоголик? Че, сразу алкоголик-то? А как это называется? Да это вообще не то, что вы думаете А что? А то Вам, значит, на свиданки бегать можно А мне нет У меня, может, тоже свидание А с кем? Позволь спросить Что-то как-то я, кроме нас с сестрой Никаких женщин тут не вижу Других женщин? Че несешь-то? Я Ты что, думаешь, я маму предал? У меня других Женщин, кроме Ани Не было никогда и не будет уже Подожди, ну ты же сам сказал, что у тебя свидание Ну, не с другой же женщиной А с кем? С мамой, Машей Сколько ты уже выпить успел? Нисколько не пил я Сядьте вы уже на камеру Я ее во сне вижу Мы гуляем Разговариваем Смеем, шутим А мне советы дают Про вас говорим Но чтобы во сне увидеть Мне выпить надо А если трезвый Или не сплю Или без снов вообще Вот и получается Чтобы увидеть Надо выпить Понимаете, дочки? Посидите со мной Выпьем вместе Значит так, Лиза сейчас поедет домой Я ей всю ночь спать не давала На мозги капала Пусть выспится А с тобой я немного выпью Так, эту бормотуху мы пить не будем Раз уж у тебя свидание Разве можно пить плохую водку? Надо пить Хороший коньяк Ух ты Откуда? Подарили, нравится Слушай, коньяк, конечно, классный Но мне не нравится Что кто-то тебе спиртное дарит А это не мне Это тебе подарили Обалдеть Какая уж у тебя классная машина, пап Каждый раз, когда вижу, удивляюсь Привет, сынок Привет А что, уже воскресенье? Нет, суббота Ну, слава богу Значит, я еще не впал в бразм Да, я не в родительских день к тебе приехал Слушай У меня сегодня вечером свидание Ну, такое настоящее В оффлайне Все по старинке Понятно Хочешь, чтобы я поделился опытом? Дал совет, так сказать Прожженного Дон Жуана? Нет, спасибо Советов не надо Я хотел Кое-что другое у тебя попросить Ну, все что угодно Пап Эээ Ты девушка особенная И мне хотелось ее чем-то поразить Удивить, я не знаю Можно одолжить у тебя твою ласточку на вечер? Она была бы кстати Да тут, понимаешь Тут работа еще на целый день Ну, починим вместе Я тебе помогу Сынок, ты Лучше порази девушку своей харизмой Умом Не знаю, чувством юмора Ну, у тебя же все это есть И тогда будешь точно знать Что нравишься ей Именно ты А не машина твоего отца Значит, не дашь? Ты пойми это Как ребенок Вот ты встречаешься С красивой девушкой А вот твоего старика В жизни осталась Вот только вот эта вот красота Если ты ее поцарапаешь Я ж не переживу Я понимаю, пап Ладно Ну, попробуй удивить чем-нибудь другим Как видишь, на свою харизму Я не рассчитываю Ну, еще увидимся Спасибо, папа Я тоже тебя люблю Но если найду хоть одну царапину Я буду аккуратен Слушай, Лиса, а где твое то самое любимое платье? Сто лет его не видела Конечно Я ж в него не влезаю А можно я его померю? В шкафу я сит Та-дам Ну, как? Что, плохо? Тебе-то хорошо Да мне плохо таким бегемотом быть А можно я его тогда Сегодня вечером надену? Надевай Стоп, подожди А зачем тебе мое парадное платье? Ты что, не с Шестаковым сегодня встречаешься? Нет Наконец-то Только, милая моя Я бы в твоем случае Про платье в самую последнюю очередь думала Ты ж вообще не в теме Ни как себе преподать Ни о чем говорить У тебя что, у тебя вечеринка или свидание? А в чем разница? Ну, примерно Как между рэпом и оперой Ладно, садись, учить тебе буду Как залететь от незнакомца В красной куртке со звездой Лиз, ну Прости, пожалуйста Я дура, неопытная Не знаю, как вести себя вечером Психую, вот и несу всякую ерунду Ну, не обижайся на меня, пожалуйста Я не обижаюсь Мне просто обидно Все люди, как люди Все тусят, на свиданки ходят Даже ты А я одна тут Ну, хочешь, пойдем со мной Куда? В ресторан с Сережей Тебе что, со всем не нравится? Почему? Если он позвал на свиданку тебя А ты припрешься с беременной сестрой Ну, вряд ли ты его еще хоть раз увидишь А если я хочу его увидеть еще раз То, как мне нужно себя вести? Ладно, слушай Что ты будешь пить? То же, что и ты Воду А ты будешь в воду? Ну, я же за рулем Это ты себе можешь позволить Моя опытная сестра сказала Что пить нужно одинаково Чтобы быть на одной волне А у тебя есть старшая сестра? Младшая Ну, ты же говоришь, она опытная Ну, по сравнению со мной У меня по линии свиданий Задержка в развитии У меня тоже Поэтому мы с тобой похожи Ну, и что твоя опытная сестра Нам советует поесть? Она сказала, что есть вообще почти ничего не нужно Мы же, говорит, не есть сюда пришли Интересно Если мы не будем есть и пить в ресторане Что мы будем делать? А твоя опытная сестра Сказала? Что делать, если я предложу уйти отсюда? Моя опытная сестра сказала Что все зависит от того Хочу ли я с тобой еще раз встретиться Если мне все равно То можно соглашаться А если хочу То в первый раз нужно отказать А ты хочешь еще со мной встречаться? Получается, мы не можем сейчас отсюда уйти? Получается так Ну, а с другой стороны Ты же мне второй раз уже предложил Стой, подожди, закрой глаза Так, пойдем Аккуратно Ступенька Так Угу Стой секундочку Аккуратно Так, поворачивайся Садись Ага Ноги Супер Я могу уже открывать? Нет, подожди еще пару минут буквально Не подсматривай Это сюрприз Можешь открывать глаза Твоя машина съехала, крыша Катя, это у меня от тебя съехала крыша Это же... Это же не твоя машина Что это за машина? Это американский кабиролет 61-го года В оригинальном кузове Она же не одна такая в Москве Я думаю, что одна Откуда она у тебя? Папа раньше коллекционировал старые машины А когда все потерял, вот Жемчужную коллекцию решил себе оставить Останови машину Кать, что такое? Мне надо выйти Кать Открой! Сереж Сережа! Сережа! Сереж! Сережа! Сереж! Сережа! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Как он? Ну что ж, он пришел в себя. И что с ним? Сотрясение мозга. В принципе, это и вызвало потери сознания. Сейчас ему делают все необходимые анализы для того, чтобы исключить тяжелые повреждения. Но более точный диагноз я смогу поставить только завтра с утра. А я могу его увидеть? Не сегодня. Идите домой отдыхайте. Я тут подожду. До утра? Ну сколько нужно. Ну что ж, это ваше дело. Спасибо. Да. Папа, это Катя. Здравствуй, Катюша. Вы только не волнуйтесь. У нас, у нас беда. Какая беда? Ваш сын. Мы с Сергеем попали в аварию и он сейчас в больнице. Катюш, как вы? В какой больнице? Я еду к вам. Вы Екатерина? Я мать Сергея. Сидите. Что с ним? Шестаков ничего толком не объяснил? У него стрясение мозга. Мы врезались в дерево на машине вашего мужа. Бывшего. Я так и знала. Выдал старую рухлясть. Идиот. Без тормозов. Хорошо, хоть додумался меня в известность поставить. Хоть на старости лет осознал, что ни на что не способен. У меня уже началась посадка. Мне пришлось отменить командировку. Вот поэтому я всегда была против их общения. И всегда буду против. От этого человека ничего, кроме бед. В самый неподходящий момент ожидать не приходится. Так он здесь ни при чем. И с машиной все было в порядке, пока мы ее не разбили. Он пил? Кто? А нет, мы просто ехали и болтали. А вы вообще как оказались-то в этой дубне? Я здесь живу. А вы, собственно, моему сыну кто? Ничего не говори. Извините, мне нужно бежать. Привет. Привет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Приемное отделение. Слушаю. Алло. Здравствуйте. Я бы хотела узнать о состоянии Сергея Еремина. Минуточку. Еремин. Вижу. Он выписался сегодня утром. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Только что попал в аварию и снова гоняешь на машине. Мама, это же игра. Ты видишь, я на диване сижу. А должен лежать в больнице. Я выписался, потому что чувствую себя хорошо. Я считаю, ты должен пройти комплексное обследование. В достойной клинике с прогрессивным оборудованием. И то, что у тебя сейчас не болит голова, это не значит, что все в порядке. Мам, кто из нас врач в конце концов? Я или ты? Тебе на работу не пора? Я буду рядом, пока у тебя больничный. И буду ухаживать за тобой как положено. Банк твой не рухнет без тебя-то? Выстоит как-нибудь. Я взяла откуда. Где пылесос? А я не помню. Память отшибла. У меня же сотрясение мозга. Так, ты мне не язви. Ты что, не рад, что я здесь? Ну, ты же сам. Все детство упрекал меня в том, что я уделяю тебе мало внимания. Что не обнимаю, не целую тебя ежесекундно. Ну, мама, хватит. Крольчоночек мой. Какой крольчоночек? Я давно уже вырос. Ты для меня всегда будешь ребенок. Омлет будешь, мам? Не откажусь. Что, у тебя кроме яиц ничего нет? Мам, я классический холостяк. Только яйца и молоко. Кстати, о холстяках. Что за девушка была с тобой в зубне? Хорошая девушка. И что же в ней хорошего? Ну, она скромная, тихая, не похожая на других. Имя у нее есть? Да, есть имя. Ну, что, я себя клещами буду вытаскивать? Ой, мам, ну, предположим, Катя ее зовут. И кем она работает? Регистратор в ЗАГСе. Очаровательно. Катя из Дубны работает в ЗАГСе. Ну, прости, что она не Кэтрин, которая работает на Уолл-стрит. Если ты думаешь, что это любовь, то ты дурак. Таким Катикам нравится московская прописка, квартиры и все бонусы, которые провинциалки получают от браков с москвичами. Спасибо, мам, за испорченный аппетит и настроение на весь день. Я правду говорю? А правда, разве можешь что-то испортить? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, слушаю. Это Катерина Осипова? Да. Вас беспокоит менеджер банка. Вы приходили недавно на счет долгов по ипотеке. Да. Вы хотели поговорить с руководителем кредитного отдела Авдеевой. Да. Авдеевой сегодня в нашем филиале. Как хорошо, что я вас застала. Только вы мне можете помочь. Нам очень, очень нужно, чтобы вы разрешили реструктуризацию долга. Чтобы без суда обошлось. У нас есть план. Вы только выслушайте. Вы? Вы та самая Авдеева? Да, я та самая. Жанна Артуровна Авдеева. Я внимательно изучила все документы. Из них следует, что вы наплевательски относитесь к взятым на себя обязательствам. Вы много раз игнорировали предупреждение банка. Не выходили на связь. Намеренно вводили банк в заблуждение. Укрывали доходы. Совершали действия, которые можно квалифицировать как мошеннические. Мы не... Насколько я понимаю, ваш конечный план заключается в том, чтобы очаровать моего сына и за его счет решить свои финансовые проблемы. Я не... И вот мое заключение. Отзывать судебный иск банк не станет. Это во-первых. А во-вторых, подальше держитесь от моего сына. Зачем вы так? Вы... Ну вот как? Ну вот как так вышло, что именно эта стерва оказалась той самой Авдеевой, от которой я ждала помощь? Забейте на нее. Хорошо, что мама ничего не выкидывала. После нас только вещичек хорошеньких осталось. Оденем мою доченьку, как принцесску. Ну вот в какой мир ты родишь ребенка? Как его защитить от таких... От таких крыс, как эта Жанна? Ну, значит, будем обходить их стороной. А знаешь что? Я этого так не оставлю. Я пойду в суд, все по-честному им объясню, суд разберется и... Все наладится. Да? Все будет хорошо. Ну что ты так медленно, как на прогулке? Я никуда не опаздываю. Лучше прийти пораньше. Что вообще было не ходить, остаться дома. Не верю я в этот суд. Они наверняка с этим банком заодно. Что мы им вообще скажем? Пожалуйста, дайте моей семье еще один шанс. Пожалуйста, дайте моей семье еще один шанс. Пожалуйста, дайте нам шанс. Так. Пятнадцать на грамм. Ну, все правильно. Наше дело ровно в три. Чего такая? Подожди. Веря. Веря. Извините, пожалуйста, у нас слушание назначено на 15.00 по ипотеке. А там все закрыто. Может, мы зал перепутали? Девушка, слушание было утром. Как же так? А вот так. Оптимизация называется. Все ипотеки рассмотрели разом. И по всем суд признал требования банка правомерными. А что я тебе говорил? Нету справедливости в мире. Везде обман. И... И что нам теперь делать? Ну, что значит что? Исполнять постановление суда. Спасибо. А я тут один фильм смотрела. Там муж перед смертью своей жене написал много-много писем. И она их получала каждый месяц. Ну, так как бы он куда-то уехал, ну, вот-вот должен вернуться. Зачем ты это рассказываешь? А может, мне тоже так поступить? Ты будешь читать их. А я словно бы жизнь себе продлю. Ты не умрешь. Детка. Тебе нужно быть готовой к тому, что ты останешься без меня. И я хочу, чтобы ты знала... Ты что, к кровати прилипла? Ну, я думала, ты откроешь. Мы тут с дочкой Акату Кристи читаем? Ей вроде нравится. Толстопузая хитрюга. Приплыли. Кто там? Варистовый. Ой, в западне. Спокойно. Как приплыли, так и уплывем. Если они подумают, что дома никого нет, они уйдут, выламывают дверь, у них нет никакого права. Нет, по-твоему, решение проблем, прятаться. А у тебя есть какое-то другое предложение? Ну, то-то. Приставы будут прихонять, угонять годами, у них работа такая, нервы трепать. А наше дело — вести себя спокойно, тихо. Тогда у нас будет полно времени, чтобы выплатить кредитбанку. Да нет, у вас больше времени. Да ты даже картошку пожарить не способна. А ты на что способен? По клубам шляться? Катя, привет. Мы к тебе. Короче… Я не хочу с ним больше жить. Это я с ней не хочу жить. Это твоя куртка? Что? Да. А что? Нет, ничего. Не нравится? Не камильфон для этого заведения? Он эту куртку надевает, когда он хочет девушку снять. Это его куртка-мачо! Нет, я эту куртку надеваю, потому что она стильная, и потому что она мне идет. Не ругайтесь. Мы же не для этого сюда пришли. Да. Мы пришли подать заявление о разводе. Да. Ну, раз вы решили, пойдемте. Ли-Ли-Ли. Ну, руки-ку будут упирать. Парни. М brilliant. Ты, мой хороший, привет. Привет. Пойдём. Вы не сердитесь? За что? Ну, из-за машины. Я знаю, как она вам дорога, а мы превратили её в металлолом. Мы очень виноваты с Серёжей. То есть, я больше виновата, чем он. Точнее, это я одна во всём виновата, если подумать. Дурочка ты. Ну, что машина? Машина – это железо. А я в один момент мог обоих своих детей потерять. Это страшно. Ах, права моя бывшая. От меня одни неприятности. Всем я несчастье приношу. Неправда. К сожалению, это правда. Мне кажется, что всё можно исправить. И отношения с бывшей женой наладить. И красавицу залатать. Я пытался. Полжизни пытался. Но всё это напрасный труд. Пшик в никуда. Главное – не сдаваться. Я понимаю, что всё самое простое оказывается самым сложным. Я вот Серёже так и не сказала, что вы мой брат. Он мне звонит, а я трубку не беру. Засунула голову в песок и прячусь. Ну, в этом мы два сапога пара. Я ведь тоже Жанне не смог сказать, что ты моя дочь. Это бы её взбесило. Она бы слопала нас обоих. А она всегда такой злой была. Вы поэтому расстались? Да нет, это моя вина. Достал я её своими дурацкими романами. Даже не скрывал свои измены. Как будто нарочно провоцировал. Ну, можно сказать, я ей сердце разбил. Из-за меня она превратилась в эту бездушную акулу. Я тут подумала, а может вы с Сергеем поговорите, всё ему объясните. У меня просто духу не хватит. Постараюсь. Понимаешь, за всю жизнь я так и не научился вовремя говорить о важных вещах. Всегда откладывал на потом сложные разговоры. Понимаешь, а потом никогда не наступало. А момент, когда можно было что-то изменить, уходил навсегда. Ну, зато теперь у нас есть время. Хоть в этот раз могу что-то исправить. Да, Шумахер? Спасибо вам за чай. И спасибо за разговор. Я пойду. Я тут поняла, что мне тоже нужно кое-что исправить. Алло. Илья, мне нужно срочно с тобой встретиться. Что-то срочное? Что-то случилось, что-то происходит прямо сейчас. Что-то случится очень скоро. Я буду в Дубне через часа три. Давай встретимся у кафе возле вокзала. Привет. Вот я взял тебе маргариту. Я бы выпила что-нибудь покрепче. Ого. Видимо, будет серьезный разговор. Коньяк будешь? Давай. Официант. Пожалуйста, 50 грамм к никудаме. Да, конечно. Спасибо. Ну? Почему? У тебя был с Лизой секс? Вот это вопрос. Понятный прямой вопрос. Послушай, Катя, моя личная жизнь тебя никак не касается. Окей? Лиза моя сестра. И чего? Ей не понравился секс. И она решила нажаловаться родственникам? Ну, так? Смешно тебе, да? Спасибо. Ну, был у нас с ней разок, да. Это случайно вышло, и для нас это ничего не значит. Мы остались хорошими друзьями. Лиза беременна. Шестой месяц. От кого? Как я его угораздила-то за пять минут залететь. Это все, что ты сейчас можешь сказать? Катя, а что я еще могу сказать-то? Ты же знаешь, какой из меня отец. Я вон сырый из-за этого развожусь. Илья, не веди себя как глупый подросток. Я же знаю, что ты не такой. Ребенку нужен отец, а Лизе нужна поддержка. Никто не заставляет идти тебя в ЗАГС. Ничего не требует. Кроме простого человеческого участия. И тебе пора думать не только о себе. А когда родится твоя дочь, я надеюсь, ты будешь способен о ней позаботиться. Офига себе. Офига себе. Давайте 200. Что, мы их опять перехитрили, да? Тебе плохо. Конечно, плохо. От бездельца совсем уже переутомилась. Ты бы хоть завтрак там приготовил для разнообразия. Пойдем подышим воздухом. Слышишь меня? Лиза. Да, да, да. Давай. Что такое-то? Давай, давай. У меня голова кружится, ноги отекают, тошнит постоянно. Лучше бы его тошнило. Лиза, ну папа, он не со зла. Может быть, ты расскажешь ему правду? Нет. Ну не бойся, он обязательно тебя поймет. Нет. Меня никто не поймет. Никто. Даже ты. Ты не была беременна, ты не знаешь, каково это. Одна мама бы меня поняла. Лиза, ну все. Слушай. Юр, это Карпинский. Ну че тебе? Не мне, а тебе. У нас есть заказ для тебя. Можно немного подзаработать. Ты сделал медкнижку? Оформлю на днях. Ну давай, и заходи сразу. Я заказ придержу. Угу. 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 Да, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Ага. Спасибо. Спасибо. Что беспокоит? Да ничем не беспокоит. Здоров как бык. Мне просто надо это, медкнижку оформить для работы. Это анализы. Так, кем работаете? Лоцман. О, не часто в Москве Лоцмана встретишь. А я из Дубны. В Москве по делам оказался в свободное время, увы, решил заодно медкнижку оформить. А у меня, представляете, у подруги из Дубны отец тоже Лоцманом работает. А, бывает. Так, у офтальмолога были? Был, конечно. Там заключение должно быть. Нету заключения. Нету что? Нету. Не, ну подожди, посмотрите еще. Нету, нету. Надо было Катю просить, проверить все. У нее четко все у Каськи моей. Катя. Катя. Подождите. Катя Осипова это ваша дочь? Конечно. А вы ее знаете? Так я про нее вам и говорю. А вы и Сергей, про который она мне все уши прожужжала. Не, она что-то говорила про меня? Только про вас и говорит. Интересно. Я думал, она меня видеть не хочет. Да ладно. Надо понимать. С девчонками так бывает, она своих чувств испугается и прячется. Хочет казаться неприступной. Понимаешь? Надо поднажать. Я свою жену штурмом брал. И ты тоже давай, поднажми. Ну, Сережа. М? Медкнижку-то подпишешь. Ой, да. Конечно, сейчас. Что-то ты сегодня подозрительно бодрый. Выпил, что ли? Нет. День хороший. Чем же лучше вчерашнего? Во всем. Я заказ получил. И мы едем на дачу. Зачем? Воздухом дышать. На речку смотреть. Шашлык жарить. Я пас. Отказы не принимаются. И приведите себя в порядок. Хоть ты как кекиморы нечестные. Физиономии накрасьте. Платье наденьте. Кто нас там кроме комаров и видит? Не дерзи. Как я сказал, так и будет. Пап, здесь чужие. Это не чужие. Это свои. Привет. Сережа. Ты... Это что, заговор? Ну, вообще, планировался сюрприз. Юрий Иванович мне вчера ключи оставил. А ты что, не рада? Я... я рада. Конечно, рада. Ну, замечательно. Поможете мне с салатом? Вот тут вот, Сереж, мы с Аннушкой моей и вырастили этих пигалиц. Дом у нас тогда тут был, ну, самый красивый на всей улице. Мы с мамой вместе его красили в разные цвета. Хотели, чтоб как в Провансе в журнале одном увидали. Чудные такие стены так же захотели. Двадцать пять лет прошло. Полужизни. Развальные одни уже. Ничего не осталось. А там вон бочка стояла. И ты нас, Катя, по очереди туда окунал. И называл нас ихтиандрами. Я визжала, как резаная. Вода холоднющая. А мне нравилось. Юрий Иванович, а какая Катя в детстве была? Кудрявая. Очень серьезно. Я и сейчас серьезная. Да, но уже не кудрявая. Катя. Да. Что я не так делаю? Ничего. А почему ты тогда такая? Какая? Напряженная. А твой папа с тобой не поговорил? А при чем здесь мой отец, Катя? Его это вообще не касается. Касается нас с тобой. Меня к тебе тянет. Ты мне очень нравишься. Я думаю о тебе все время. Ни на чем сосредоточиться не могу. Я стал тебе противен? Почему? Да потому что, Сереж. Потому что ты мне брат. Господи. Кать, что это за глупая девчачья отговорка? Брат, друг. Просто бы сказала, что я тебе не нравлюсь. Не морочила бы мне голову. Да не отмазки, Сережа. Ладно. Я все понял. Не дурак. Молодец, что. Отшила хорошего парня. Сколько ты еще будешь кочевряжиться? Собираешься всю жизнь другие пары регистрировать? На чужое счастье смотри. Пап, не надо. Пап, не надо. Я сорвался. Хотел праздник настоящий. Думал, вы помиритесь. У меня зять наконец-то будет нормальный. Как сын. А ты… Ай, две дочери. О бедуры. Молодец. Кушать хочешь? Нет, спасибо, пап. Я не голоден. Был на семейном празднике, так сказать. Веселый был праздник, судя по твоему виду. Да. Ты меня прости, что я опять поздно. Ты о чем-то поговорить хотел? Да. О Кате. Про Катю я точно не хочу говорить. Понимаешь, с Катей есть одна закавыка. Ты меня слышишь? Я не хочу говорить про Катю. Но я должен тебе сказать. Пап, господи, на них… Она твоя сестра. Что за бред? Единокровная. У вас разные матери, а отец один. Я. Какая-то ерунда, пап. Ты отец, она сестра. Я как в мыльную драму какую-то попал. Может, у меня еще по стране, где братья, сестры, близнеца не найдется? Сережа, ну не говори так, я же… Все, пап. Мама была права. От тебя, правда, одни проблемы. Сережа. Сережа. Ну, вот шумахер. Кажется, я только что потерял сына. Серафима Ильинична, у нас есть должник Катерина Осипова. Созаемщик по семейной ипотеке. Да. Решение суда есть. Постановление у приставов. Здравствуйте. Но я хочу лично проконтролировать процесс и даже ускорить выселение. И вы мне в этом поможете. Здравствуйте, Жанна Артуровна. Сиди, сиди. Что ты скачешь, как коза? Может быть, вам чаю сделать? Или кофе? Кофемашину починили. Сколько времени ты у меня работаешь? Полгода. Или нет. Семь месяцев и одиннадцать дней. А родители у тебя кто? Папа журналист, а мама ведет из-за студии. А спортом ты занимаешься? Йогой. Бекрам-йогой. Это когда занятия проходят в нагретом помещении. А хобби у тебя есть? Что? Хобби. Знаешь, что такое хобби? Я цветы развожу. Тропические. А готовить умеешь? Ну, вроде да. Пасту могу, борщ, рыбу могу. Жанна Артуровна, вы меня уволить хотите? Пока не хочу. Ладно, свали мне кофейку. Со сливками. Хорошо. Швейцаром устроился в наши апартаменты. Ну, вообще-то я тебя тут жду. Супер. Дождался. Теперь что? Ну, короче, вот. Что это? Деньги. Народы. Или там ребенку купить что-то. Откуда ты знаешь? Лиз, я же нормальный человек. А что ты устраиваешь шпионские страсти? Я все понимаю. Жить с тобой я не готов, но помогать как-то буду. Помогай бедным, Илюш. А мы без тебя справимся. Тебе кто дал право влезать в чужую жизнь? Лиз, ты чего? Я чего? Это ты чего-то зачем? Илья сказала, что я беременна. Я думала, что это был просто секс по пьянию. С одноклассником. Это глупость. Это случайность. Он дурак и шут гороховый. Он мне нахрен устал. Мне своей гордостью думала о ребенке. Лучше шут гороховый, чем вообще без отца. Может быть. А ты не имела право и говоришь, что я беременна. Так. Это кто тут у нас беременная? Ты? Ты о чем думала вообще? Лиза. 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 Ну вот. Встань от меня. А меня все презираете. Ты меня неправильно поняла. Но я почему сразу не сказал? Чтобы ты вылил на меня уши от помоев и сказал, какая Катя молодец, а я идиотка? Идиотка полная? Что сразу не сказала? Да я бы тебя поддерживал. Я бы тебя к доктору на руках бы носил. Я бы дачу сразу продал. Чтобы у ребенка все было и у тебя. И сам бы себя не чувствовал. Ненужным, бесполезным. Ты что, на меня не сердишься? Сержусь еще как. Что ничего не рассказывал отцу роду. Насчет всего остального. Чего все остальное? Да плевать мне. Кто у него папаша был, он есть и не будет. У него дед есть. Знаешь, я убежал с тобой. Думал, в сердце выскочить. Ой, послушай. Я так боялась тебе рассказать. Лучше бы ты боялась за ребенка. А ты не будешь меня презирать и говорить, что Катя во всем лучше меня? Ну что, Катя? Катя это вообще другое. От Кати я настоящих внуков не дождался бы. В смысле? Ну, в смысле... Так, почему от Кати ты бы не дождался настоящих внуков? Потому что Катя серьезная. Катя разборчивая невеста. Катя вообще может замуж не выйти, никогда никого не родить. Ты другое сказал. Ты сказал, что Катины дети никогда не будут тебе настоящими внуками. Все, Лиза, хорош, проехали. Нет, не проехали. Давай, выкладывай. Ну ты... Ладно, слушай, ну обещай мне, что Кате ты никогда даже вообще не намекнешь, не скажешь. Обещаешь? Ладно. Короче, ну Катя мне, она как бы не совсем родная. Когда мама за меня выходила, она уже была беременна, я ей сказал, что приму ребенка как своего и никогда ни с кем даже разговора на эту тему не будет. Я ни разу в жизни об этом не пожалел. Я всегда вас любил обеих по максимуму. Ну, к тебе я требовательнее был, придирался. Конечно, побольше. Ну, прости. А Катюшку я боялся обидеть, понимаешь? Но я вас обеих всегда любил. Я... Я только вас люблю вообще. Все. Считай, что этого разговора не было. Вообще и забудь, и все. Не было. Скажи, кто родится, мальчик или девочка? Девочка. 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 Отчур. Я мальчик. Оменьшен. Продолжение следует... Ну что, Шумахер, представляешь какие дела, детям я больше не нужен, а тебе, ты же тоже один, ну давай посидим, садись, Шумахер, ты хоть меня пожалеешь, ну понятно, и тебе я тоже надоел хуже смерти. А теперь папы обнимают сзади мам, дышим в унисон и медленно наклоняемся вправо. Ну давай, пап, наклоняй. Ой, тихо-тихо. Очень хорошо. А теперь сделаем дыхательную гимнастику. Глубокий вдох. А теперь глубокий выдох. Почувствуем партнера. Может я зря Илью прогнала? Ему не понравилась вся эта дуль. А вы в Доминькане отдыхали? Нет, не приходилось. А мы вот с девчонками ездили. Там просто потрясающе. Отели шикарные. Рестораны какие. Мы там ели стейки, дорадо ели. Я там на пять килограммов поправилась. А дизайн номеров какой. У нас были стены бирюзовые, такой глубокий цвет. В общем, очень стильно там было. Вы весь вечер молчите. Хотите еще виноград? Давайте. Я хочу выпить за вашу маму. Она высококлассный финансист. Вообще сильнейшая женщина. Умнейшая женщина. С остальным характером. С крепкими нервами. С потрясающей эрудицией. Мне есть чему у нее поучиться. Вообще я очень рада, что с ней работаю. Может быть тогда и встречется вам лучше с ней, а не со мной. Зря вы так. Жесткая. Простите, но как вы сюда попали? А вы? Я, к сожалению, не всегда могу противостоять ее натиску. Вот и я. Вообще вы мне понравились. Это потому что молчу весь вечер? Ну и это тоже. Давайте лучше за вас. Папуль, а ты чего? Тебе плохо? Папуль, а ты чего? Тебе плохо? Получили. Сейчас я позвоню в службу приставов. Служба судебных приставов. Слушаю. Здравствуйте. Нашу квартиру... Здравствуйте. Назовите свой адрес, пожалуйста. Улица Радужная. Дом 10. Квартира 27. Ваша квартира перешла в собственность банка и будет выставлена на торги. Вам было направлено уведомление. И что нам теперь делать? Вы должны освободить квартиру. Мы можем дать вам час на сборы личных вещей. Они нам дадут час, чтобы мы собрали свои личные вещи. Квартира принадлежит банку и вскоре она будет выставлена на торги. Ну, вот. Третий подъезд. Спасибо за ужин. И за вечер. Этого Жанне Артуровне скажете. И, между прочим, скажу. Может, зайдете? Ну, на минуточку. У меня семь разновидостей чая. Капсульная кофемашина. Лена, вы правда очень красивая, привлекательная, умная девушка. И при других обстоятельствах, возможно, у нас могли бы быть отношения. Но я люблю другую. Тогда зачем ваша мама? Ну, вы у нее и спросите. И давайте, пожалуйста, вместе скажем, что мы друг другу не понравились. Хорошо, я скажу. Спасибо. И вашей девушке очень повезло. Может, в гостиницу устроим себе шикарные выходные? Лиза, у нас нет денег на гостиницу. Я уж Астика возьму и подушечку. Такой ты у меня еще ребенок. Давай. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так хочется уткнуться куда-нибудь и заснуть. Но тут не уснешь. Кое-кому, ниже прочим, рожать в любой момент. А на даче ни тепла, ни горячей воды. Ни врача, если вдруг понадобится. Катюшка права надо было эту развалюху подавать давным-давно. Завтра же объявление напишу. Не поможет. Но сколько нам за нее дадут? Погасить просрочку по ипотеке хватит. А выкупить квартиру с торгов? Она, наверное, сейчас стоит в три раза дороже, чем мы на нее кредит брали. Может, ты скажешь ему, что нашла своего родного? Лиз, ты что, хочешь его совсем добить? Он вообще-то в курсе, что он тебе не родной. Да, и ты могла бы позвонить своему настоящему, и он бы мог нас приютить, ну, хотя бы временно. Ну, в счет того, что его не было в младенчестве. Звони. Звони, звони. Чего вы смотрите? Да, я, может быть, дурной, но не глухой. Это точно. Если он вас вкустит к себе пожить, звони. Ну, а что значит вас? А ты? Я к этому никогда. Пап, ты можешь хоть раз куда-нибудь засунуть свою гордость? Не могу. У меня, может, только гордость с тебе осталась. Квартиру отняли, дочку. Никто никогда меня у себя не отнимет. Я никуда без тебя не уеду. Значит, будем ночевать здесь. А если начнется дождь, то мы спрячемся под горками. Ага, и нас в полицию заберут за бродяжничество. Сергей? Откуда ты взялась-то? Из логова самой страшной финансовой акулы. Ну, если честно, у меня мама работает главой кредитного отдела. Ей всегда сообщают, если жильцов выселяют. Я как раз был у нее, когда говорили о вас. Если бы не ты, не знаю, что бы мы делали. Спасибо. Да перестань. Разве я мог бросить только-только появившихся у меня родственников ночевать на детской площадке? Не волнуйся, мы всего на одну ночь. Завтра мы что-нибудь придумаем. А я не волнуюсь. Поживете столько, сколько нужно, не проблема. Я просто не хочу доставлять тебе столько неудобств. Катя, мы с тобой близкие люди. И неважно, брат я тебе или сват, я теперь всегда буду рядом. Спасибо. Добро пожаловать. Заходите. Ну вот, метраж небольшой, но все очень эргономично сделано. Я сам тут все оборудовал. Поэтому прошу вас, пользуйтесь всем, а потом расскажете мне, какие минусы этой квартиры. Так, предлагаю наш дворец разъединить на две части. На женскую и мужскую. Сестрам Осиповым оставить в кровати кинг-сайз. А, идеально. Так, вот берегово. Так. Ну, а здесь, для Его Величества Юрия Ивановича, мы поставим раскладушку. М? Спасибо, Сережа. Хороший раскладушек. Да не за что. А ты сам где спать собираешься? В гостях. У Шостакова. Пап, ты ложись, а я Сережа попровожу. Юрий Иванович, доброй ночи. Добрый, добрый. Катя, ты только разблокируй меня, чтобы я позвонить мог. Прости, просто мне было сложно с тобой говорить. Я понимаю. Лизу ты не заблокировала. Причем тут Лиза? Ну, вроде как все родственники, теперь получаемся. А я даже не могу тебе позвонить. Почему у нас не может быть нормальных родственных отношений? Ну, потому что они начинались как ненормальные и неродственные. Катя, даже страшно представить, что такое ненормальные и неродственные отношения. Я тебя разблокирую. Спасибо тебе еще раз. Ты... Ты нас просто всех спас. Да перестань. Нормальная братская помощь. Ну что? Можно братский поцелуй? Наверное, можно. Прости. Не надо меня разблокировать. Я не могу быть твоим братом. Так, собака, будешь выступать, пойдешь на двор. В доме ночью спят. Спи, давай. Так. Понятно. На волю захотел. Пусти, обратно не пущу. Тихо, 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 тихо. Пап, прости, что разбудил. У тебя просто звонок не работает. А что случилось? Можно у тебя переночую? Заходи давай. Тихо. Тихо же, а если недельку или две у тебя поживу, можно? Ну, пойдем устраиваться. Диванчик надо будет новый купить, а то мой старичок уже сосед не раскладывается. Кушать хочешь? Нет, я не голодный. Ой. Прости. А что ты не спишь? Да я резюме хочу на все сайты разослать, подработку найти, деньги срочно нужны, хотя бы квартиру снять. А то у Сережи тут жить неудобно. Что, из-за меня неудобно? Спать тебе мешало? Да нет, не в физическом плане неудобно, а в моральном. Ну, он же наш род... Ну, твой родственник. А родственники должны друг другу помогать. Ну, или хотя бы не мешать. Катюня, принеси водички. До свидания. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваш банк в Дубне залоговую квартиру продает? А можно на нее оформить ипотеку? Конечно, банк заинтересован быстрее продать. А на Дубну, тем более не то, что много желающих. Тогда я бы хотел подать заявление. Хорошо, паспорт, пожалуйста. Заполним анкету. Анкету я заполнил уже у вас на сайте. А, отлично. Сейчас посмотрю. Сергей Владимирович, у вас отличная анкета. Подождите, но у вас же уже есть квартира в собственности. Вы вторую хотите? А что, нельзя? Во второй квартире льгот по ипотеке не предусмотрено. Процент будет по максимуму. Ну, ничего страшного. Скажите, а когда мне ответ дадут? Вам пришли сэмэску, но по вашей анкете никаких проблем не будет. Простите, можно один вопрос? Да. Я понимаю, что вы инвестиционку берете, но, понимаете, она же выше рыночной будет. Тем более Дубна вообще не самый ликвид. В чем фишка? Не в чем. Личный интерес. В общем, я буду ждать эсэмэски. Спасибо вам большое. Котик, можешь говорить? Слушай, ты про Дубну ничего не знаешь. Где это вообще? Привет, пропащая. Танила, а откуда ты взялся? Из Варшавы прилетел. А ты куда делась? На связь не выходишь, дома не ночуешь. А у меня теперь нет дома. Как это? Ну, помнишь, я у тебя про деньги спрашивала? Меня из квартиры обещали выселить. Вот и выселили. Ну, я же тебе нашел классную работу. Ты нашел мне интернет-курсы, которые надо было платить деньгами, которых у меня не было. Так сказала бы. Чтобы ты что, нашел мне другие, на которых я бы заработала на первые? Катя, ты что думаешь, что я совсем идиот? Нет, я просто думаю, что тебе вообще на меня наплевать. Посмотри в телефон, пожалуйста. Сколько раз тебе писал, звонил, сколько раз ты мне не отвечала, не перезванивала. Дань, прости, я на работу опаздываю. Я на работе ультиматум выдвинул. Либо я увольняюсь, либо мне дают срочный отпуск. По уважительной причине. А ты на связь не выходишь. Вот я и прилетел сюда. Сам. Так что, мне на тебя совсем не наплевать даже. Ровно наоборот. То есть, ты специально прилетел сюда, чтобы поговорить со мной? Ну вот же, я здесь стою. А ты можешь здесь стоять в 6.30 вечера? Жена Артурна, можно? Да. Вы просили держать в курсе насчет твоей квартиры в Дубне. Что с ней? Ее собираются купить. Прекрасно. Одобряем, продаем. А вас не будут обвинять, что вы аффилированное лицо? С какой стати? Ну, это же ваш сын. Ну, при чем тут мой сын? Ну, он собирается квартиру купить. Что за бред? У него есть своя квартира, зачем ему покупать другую квартиру? Он хочет купить эту квартиру в Дубне? Угу. Срочно свяжи меня с отделом безопасности. Хорошо. В общем, все, что не делается, все к лучшему. Поехали со мной в Варшаву. Здесь могила моей мамы. Ну, будем навещать. И два престарелых отца. Откуда второй взялся? Или они у тебя из этих? Погоди, так у вас же это запрещено. Что это? Секс до брака или брак с беременной от другого? Ничего не понял. Ладно, пофиг. В любом случае, один из моих отцов теперь бездомный, еще и сестра. И вот-вот она родит бездомную дочь. Так погоди, ты скоро станешь теткой? Поздравляю! За это надо выпить. В общем, всем бездомным снимем хату в Дубне и будем навещать. Втроем? Если честно, с ребенком я бы пока повременел. Давай после тридцати. Я имела в виду твою невесту. Знаешь, зачем я хотел на ней жениться? Потому что она тебе нравилась. Мне нравился вид на жительство. Перспектива европейского гражданства. Потом выяснилось, раз я такой крутой программер, то мне это само собой полагается. И ты вот так просто ее бросишь? Да она долбанутая на всю голову. Феминистка, блин. Прикинь, я подаю ей пальто, а она ржет и в ответ мое подает. Я прихожу домой и спрашиваю, и что будем жрать? Она такая, а ты бы что хотел? Я говорил, не знаю, я бы борща навернул. Она такая, ну сделай. Я бы тоже попробовал борща. Еще тот ее график уборки. Ну, типа, раз мы обработаем, то и полы мыть должны по очереди. А не работать она, видите ли, не может. Ей нужна финансовая независимость. дура короче. А я хочу жениться, Кать, на хорошей русской девушке. Это я, что ли, хорошая русская девушка? Ха, ты лучшая русская девушка. Ну, я люблю другого. У тебя кто-то есть? все очень сложно. А ты на сколько приехал? На неделю. Но могу еще задержаться. Ну, такой крутой программер, за неделю в Дубне найдет себе еще одну лучшую русскую девушку. девушку. Уже одобрили так быстро. я вам говорила, что с вашей анкетой проблем не будет. Здравствуйте. Мне отказали. Это странно. Слишком мало времени прошло для отказа. Да и по вашей анкете отказ быть не должно. Давайте я позвоню, попробую узнать. Если вам не сложно, пожалуйста. Маш, привет. Это Кристина из обслуживания. Да, слушай, у меня тут клиенту сегодня по ипотеке отказали, а у него анкета высший класс. 9,9 по нашей внутренней шкале. Сергей Еремин. Узнаешь? Жду. Да вы не огорчайтесь. Я про эту Дубну спрашивала. Никакого прорыва там не предвидится. Недвига расти не будет. Я здесь. А вот как. Поняла. Ну, что? Безопасность запрет поставила. Причина они могут не указывать, но по слухам это Авдеева распорядилась. Авдеева это... Я знаю, кто такая Авдеева. Спасибо. Всего доброго. отмени запрет на мою ипотеку. Я тоже рада тебя видеть. Ты слышала, что я сказал? Зачем тебе ипотека, Сереж? У тебя есть своя прекрасная квартира. Может, я собираюсь инвестировать в недвижимость? В Дубне? Это мое дело. Это моя жизнь и мои деньги. Вообще-то нет, ты в мой банк обращаешься. Меня могут обвинить в том, что я использую служебное положение, чтобы мой сын инвестировал недвижимость. В Дубне. Какая разница? Скажут, что мы афилированные лица. Никто разбираться не будет. Что за бред? Мне что, в другой банк обратиться? База общая. Если наша безопасность тебе поставила запрет, нигде не дадут. Лена! Сделай кофейку нам. Неужели в тебе нет ни капли сострадания? Люди лишились крыши над головой, им жить негде. Эти люди мне никто, а ты мой единственный сын. Если у тебя не хватает мозгов понять, когда тебя используют, даже твой отец никогда не дарил квартиру любовницам. Как-то цасками ограничивался. Мам, ты думаешь, что ты все знаешь, а ты ничего не знаешь. Сереженька, что? Где болит? Сережа! Иду, иду. Здравствуйте. Тихо, 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 тихо! Тихо. Вы только не падайте, я вас поднять не смогу, я себя с трудом поднимаю. Сейчас, дайте. Да я куклу. Аккуратно. Держите за меня сейчас. Присядем, а лучше приляжем, да? Аккуратненько вы сюда попейте водички. Может, таблеточку? Это мой сын отличился. Он вам рассказал? Ой, спокойно. Конечно, я понимаю, вы с Ирой только подружились. С какой еще Ирой? Ну, с его женой. Он что, женился? Так он уже развелся. А вы что, даже не познакомились? господи, гнилая отцовская порода. А если он вам ничего не рассказал, как вы обо мне узнали? Да не знаю я. И знать не хочу. Ни про тебя, ни про Иру. Я знаю только про какую-то Катю из Дубны. Катя тут при чем? У нее никогда с Ильей ничего не было. С каким еще Ильей? С вашим сыном. А, вы не мама Ильи? Господь миловал, мне Сережи хватает. А, так вы мама Сережи. Простите, затупила сразу. А я Лиза. Скажите, Лиза, если эта красота от какого-то там Ильи, что вы делаете в квартире моего сына? Так Сережа пустил нас всех пожить. Кого это вас? Тебя, Илью и какую-то там Иру? Нет, почему? Меня с сестрой и папу. От перемены слагаемых с ума не тесно? Да нет, спасибо. Папа здесь на раскладушке, мы с сестрой там на диване. А где же гостеприимный хозяин? Он к отцу поехал. А твой отец с сестрой где они сейчас? Папа сказал, что пойдет прогуляться, а Катя поехала в Дубну на работу. Ах, к нам вернулась Катя из Дубны. Почему вернулась? Она вернется вечером после работы. Так вот, когда она вечером вернется, я надеюсь, вы с папой уже соберете свои вещи и свалите отсюда в Дубну или куда подальше. И никто из вас на пушечный выстрел к моему сыну больше не подойдет. Понятно? Простите, а вам полегче стало? А то вам плохо было. Мне отлично. Прекрасно! А давайте вы сейчас развернетесь и пойдете в сторону двери. Потому что если станет плохо мне, а если у меня здесь выкидыш случится, вы давайте, давайте, пошевеливайтесь, дверь знаете где. Давайте, давайте, побыстрее. Еще быстрее. Давайте, давайте. опор. 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 Вон. Неси. Молодец, мальчик. Дальше, 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 Дальше там. Ну, ищи, 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 ищи. Ты зачем у собаки палочку отобрала? Я тебя сейчас этой палкой прибью. Где мой сын? А я откуда знаю? Шестаков, не зли меня. Я в курсе, что он к тебе переехал? Ну, это громко сказано. Он ночует здесь, а утром уезжает в Москву. Ты хоть знаешь, почему он у тебя ночует? Ну, пустил к себе пожить двух девочек, и что? Там не две девочки, а целая банда аферистов с тенденцией к размножению. Одна на сносях. Если он ее ребенку у себя пропишет, считай, пропала квартира. Слушай, Сережа уже взрослый, разумный, молодой человек. Ну, давай ему доверять немножко побольше, ладно? Я тебе доверяла. и куда нас это привело. Вот и поговорили. Вот и поговорили. Звони ему. А что с твоим телефоном? Не подходит к моему. Обиделся. Не хочет со мной говорить. И ты считаешь, что с моего телефона он захочет с тобой разговаривать, да? Ну, наври что-нибудь. Скажи, что собаку нужно к врачу или тебя к ветеринару. Ну, чтобы он срочно сюда приехал, а я буду тут, в засаде. Я не буду ему врать. Значит, мне ты мог врать, а ему нельзя. Из-за этого я тогда тебя потерял. Я не хочу потерять еще и сына. Ты меня знаешь, да? Я добиваюсь своего. Будешь звонить? Шестаков, я тебе обещаю, сына ты потеряешь. Пора? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, пап, я тебя не слышу, алло, перезвони. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК САПЛОЙ ЧАСТИ Не представляю, неanesет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК АПЛОДИСКЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О-о-о! 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 Стоять, я сказала! Да здесь нельзя стоять! Рожать что, в машине можно? Э-э-э! Не надо! Я не умею рожать! Я тоже! О-о-о! В область поедем, так быстрее будет! О-о-о! Вы же в сорок седьмой его повезете, да? Что с ним? Сердце. В больницу? Да, повезут в областную. Я поеду с ним. Я тоже. Кать, побудь с собакой. А ты не можешь побыть с собакой? Он мой отец. Не мой! Говорю, побудь с собакой, Катя! Шумахер, домой! Давай! Так, а что ЭКГ? Подтверждает ОПС. Хорошо, что элевации СТ не видно. Вот. Смотрите. Какие будут рекомендации? Стабилизация состояния. Главное исключить риск инфаркта. Ну и, соответственно, нитраты и антикоагулянты, да? Я бы еще порекомендовал бета-блокаторы. Да. Хорошо. Спасибо. А в Дубне больница была лучше. В Дубне? Больница в сто раз хуже. А много ты понимаешь в больницах? Ну, если ты забыл, вообще-то у меня мама медсестра. Во! А ты видела местных медсестер? Такие суровые, все серьезные. Никогда не улыбнуться. Пап, ну какие медсестры в твоем состоянии? Веселые. Молодые. Красивые. Они придут к тебе во сне. Обещаешь? Да. Спокойной ночи. Пап, а ты что еще не спишь-то? Знаешь в больницах во сколько подъем? Ты как собираешься вставать? Да я вообще не хочу просыпаться в этой больнице. Медсестры подкачали. Ну, не знаю. Главврач сказал, что здесь замечательные медсестры. И, кстати, он уже переживает за них. В связи с твоей репутацией. Да? Поэтому просил завтра утром тебя забрать домой. Йес! Ладно, отдыхай. Спокойной ночи. Пойдем? Пойдем. Что с тобой? Ну, ничего. Все хорошо. Пойдем. Так что с ним? Это острый коронарный синдром. Очень прединфарктное состояние. Но инфаркта нет. Нет. Ты вовремя вызвала скорую. Успела его спасти. Да это Шумахер молодец. Он мне все по телефону точно сказал. Сестрица. Сестрица. Братец. Обнимемся? Рискнем. Сережа, Сережа, что с тобой? Сережа, помогите кто-нибудь! Сережа! Силь, кто-нибудь помогите! Все хорошо? Нашли болячку. Повезло. Черепно-мозговая до этого была. Не долечили? Раны выписали? Да, черепно-мозговую долечили. Голова-то на самом видном месте. Ну и давай лечить то, что светлее. А другую травму почки вообще не заметили. Ну, это же лучше, чем голова. Это гораздо хуже. Ну, что ж вы радуетесь тогда? Да радуетесь, что нашел. Если бы я не увидел, ваш бы мальчик до утра не дотянул. А что там было? Драка? ДТП? ДТП. А перед этим он жаловался на боли в спине? Или на кровь в моче? Ну, мы с ним давно не виделись, но сегодня вроде за спину хватался. Угу. Ну вот, хватался, а к врачу не ходил. Терпел. Ну и дотерпелся до разрыва почечной ножки. В результате нефрогенный шок, потеря сознания. Счастье, что в больнице. Ну и что теперь делать? Донора почки искать. Очередь большая. Быстро, к сожалению, мы ему почку не найдем. А надо быстро. А какой нужен донор? Ну, в идеале близкий родственник. А сестра подойдет? Когда операция? Вы говорили срочно. Ну, сегодня у нас уже завтра наступило. Если анализ подтвердит об аноле совместимость, то завтра сможем вас положить. В смысле уже сегодня? Ну, все же завтра. Надо рецепенты подготовить. Ну, и вам надо подумать. Ценить риски. Не хочу вас пугать, но у доноров тоже может быть осложнение. Ну, и жизнь с одной почкой. В любом случае понадобится серьезная реабилитация. Я готова. Куда? А кровь-то сдать? Какая командировка? У него в жизни не было никаких командировок. Тоже мне нашел время. Командировку. Ну, ничего. У меня, кроме этого командировочного, слава богу, еще дочка есть. Я тоже завтра в командировку уезжаю. С ним, что ли? Нет, сама по себе, по работе. Ну, понятно. Сговорились, значит. Специально это решили, чтобы меня в больнице оставить. Только фигушки вам, фигушки. Меня уже выписали. Ну, как выписали, так пишут обратно. Тебе на ужин уход. А мне нервничать нельзя. Так что в эту больницу я больше не вернусь. Все, пошли отсюда. Папа? О! Владимир, Юрий. Очень приятно. Подержи. Чего трубку не берешь? У меня палец, а пух тебе, набирай. Разрядился. А как ты меня нашел? Искать тебя еще тоже мне по земле. У меня здесь, между прочим, сегодня внучка родилась. О! О! Корпус 4, палата 9. Лизка родила, так кран же еще. Преждевременно. 7 месяцев? Да. Ну, ничего. В 75% случаев вообще без последствий. А в 25 оставшихся врачей сейчас тоже выхаживают. Это я как отец врача говорю. Кстати, сам врач выскочил на 30-й неделе. Серега? Ну? Ну, вот я здоровый парень. Да я о чем говорю. У нас девочка, правда. Да, и девчонки еще быстрее адаптируются. У меня, кстати, была одна знакомая. Так вот, она родила. Эй, пап, а раз уж вы подружились, может, вы вместе поживете, пока она с Сергеем не будет? Ему нужен уход. Что, поживем? А куда вы пошли? К Лизе. Внучку смотреть. Его только от инфаркта спасли. Нужен постельный режим и покой. Положительные эмоции, благотворные для сердца. И что, он тебе как отец врача говорит? А я как сестра врача? Не спорь с отцом. Папа, Кать, она абсолютно здорова. И весит два килограмма. На Лизу похоже. И немного на Катю. Похоже она на бабушку свою. Да, Анечка? Все, девочку забираем. По-моему, она на Илью похожа. А папа, это Илья. Юрий Иваныч. Юрий Иваныч, а можно я женюсь на вашей дочери? Да уж лучше поздно, чем никогда. Катя, примешь у них заявление? А когда? Я завтра в командировку уезжаю. Что это за командировки в ЗАГСе? Важные. По обмену опытом. Какой еще отпуск? Самый разгар брачного сезона. За свой счет. По семейным обстоятельствам. Серьезное, что ли, обстоятельство? Чрезвычайное. Пиши. Мам, я так рада, что тебе не нужно врать. Я так устала от этого вранья. Одна надежда, что Сережа поправится. Я так за него волнуюсь. А за себя ни капельки. Хотя врач пугал меня осложнениями. И даже летальным исходом. Ну и пусть. Когда я отдам свою почку, мы еще больше станем родственниками. А я не хочу ему быть родственником. Я его совсем по-другому люблю. Процентно-образующие факторы сейчас действуют разнонаправленно. Ставка рефинансирования стабильна. Инфляционные ожидания подрастают. Конкуренты демпингуют. Что будем делать, коллеги? Хотелось бы услышать мотивированные предложения. Что, Лена, у тебя есть предложение? Жанна Ратурна, простите, пожалуйста. Вы сказали сообщить вам в любой момент, если я найду ваш... актив, про который вы говорили. Нашла? Да, он в областной больнице в Химках. Срочно мне машину. Хорошо. Ведем новые краткосрочные кредиты с привязкой к долгим депозитам. Спасибо. Что с моим сыном? Простите, а кто ваш сын? Сергей Еремин. А, присаживайтесь, пожалуйста. К сожалению, у меня не очень хорошие новости. Ваша дочь не может быть донором. Какая дочь? У меня нету никакой дочери. Что с моим сыном? Здравствуйте. Моя фамилия Осипова. Я ложится на операцию. Осипова? А, вот есть такая. Вам нужно в первую палату. Прямо сразу в палату? Да. Это люкс. Спасибо. Ой, простите. Мне сказали... Сядь. А ты пойди погуляй. Может быть, на воздухе быстрее. Презентация краткосрочных кредитов у тебя сверстается. Хорошо. Для тебя у меня две новости. Хорошая и плохая. С какой начинать? Наверное, с плохой. Ты непригодный донор. У вас с Сережей абсолютная несовместимость. Он умрет? Только через мой труп. А я для чего здесь? Зачем ему здоровая, молодая, прекрасная мать? А, то есть, вы будете его донором? Тихо, не трогай донора. Вдруг еще заразишь чем? Простите. Хорошую новость не хочешь узнать? Я думала, это она и есть. Что вы будете донором, и мой брат поправится. А с чего ты вообще взяла, что он твой брат? Смотрит он на тебя не по-братски. Да и ты на него. О, вы в вашей дубне про тест ДНК не слышали? Мне когда сказали, что ты к нам набиваешься в родственники, я сразу попросила сделать анализ ДНК. Благо, твоя кровь здесь имеется. Короче, Шестаков, конечно, был еще тот ходок, но к твоей маме близко не подходил. Ладно, ладно, ладно. Что-то ты меня-то тискаешь. Иди скорее поцелуй нашего мальчика. А можно? Нужно. Мы не братья. И не сестры. Ну, и моя репутация дон Жана пострадала. А мама тебе хотела всю жизнь испортить. Жанна, конечно, сволочь, но сына она любит больше жизни. И когда она узнала, как ты его тут спасала, ух, она теперь тебя любить будет. Сочувствуй, между прочим. Любовь Жаны вынести тоже очень сложно. Я вот только одного не пойму. У тебя что, все женщины на одно лицо? Я же тебе показывала фотографию мамы. Ой, или мне теперь снова к вам на вы. Нет, 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 я не хочу. Я хочу обратно свою дочку. А я, кстати, знаю, что нужно сделать, чтобы Катя оставалась твоей дочкой. Кать. Ты выйдешь из меня? Отвернись и закрой глаза. Жанна Артурна, прошу. Да, Юрий Иванович, вижу, все банковские средства инвестированы в полном соответствии с бизнес-планом. И даже сэкономили, Жанна Артурна. Эту автокрасавицу ваш сын и бывший супруг восстановили собственными силами без участия в дорогих автосервисах. Да, когда мне рассказывали про Лас-Викус, куда все американцы ездят жениться, я думала, какой фантазер. А теперь я уверена, вашими стараниями Дубна превратится в центр свадебного туризма России. Добро пожаловать на свадьбу моей дочери. И моего сына. Привет. Привет. Слушай, скажи мне честно, как врач, после такой операции по трансплантации у донора могут быть какие-то побочки там, я не знаю. Я не узнаю Жанну, она страшно сказать стала доброй. О, господи, я уж испугался. Ура! О, господи! КОНЕЦ Не помешаю? Ну, что ты? Чего читаешь? Это мамин свадебный подарок. Письмо, которое папа должен был мне передать в день свадьбы. И передал. Как интересно. И что пишет? Пишет, чтобы я была верна своему мужу. Это я поддерживаю. Пишет про их историю с папой, который мне не папа. А кто отец? Не пишет? Нет. Пишет, чтобы я его не искала, потому что папа это тот, кто воспитывал и любил. Это правильно. К тому же еще одного ты уже нашла. Ну да. Ты только не смейся. Я бы все-таки хотела узнать, маму понять, разобраться, найти. Ну, значит, будем искать. К тому же у тебя всего лишь двадцать, а Бог любит троицу. А я люблю тебя. КОМЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok